Уээээ... Там видос, где он разъёбывает мини-котика по фактам! У кого, у Дилерона? ГДЕ Дилерон?! Чии-о... ЧИГО БЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТЬ! Это-ро- Три-, как я это пропустил... Вопрос только один, почему вы мне не сказали сразу? У этого ролика 800 тысяч просмотров, почему вы мне не сказали, блядь? Почему вы мне не сказали, сука? Охуеть, чё? Охуеть, сегодня 29 апреля, я ещё в Одессе, Настя влетела в Египет, у них там вроде бы всё более-менее хорошо, если это можно назвать хорошо. Я это видео снимать не хотел, но поскольку я хреном знаю, что будет, я решил его всё-таки снять, пусть его валяется. Подожди, а что у меня не котика, а есть какой-то изначальный ролик вот этого? Это же 100% не первый ролик какой-то. Возможно, от мини-котика что-то было самое первое. А, это самый первый? Всё, я думал, там что-то ещё есть. А вот этот ролик, покусались животные, что происходит, это не начало? Может, это как-то связано? Хуй знает. В общем, основная причина, почему я не снимал ролики последние, как минимум, года три, это потому что... Позвучу хорошо? Я не живу, мне скажу, тихо немножко. ...дельно на две квартиры. У нас очень тяжёлые напряжённые отношения, в которых мы последние, наверное, года два жили просто как соседи. А в последнее время, когда Настя начала летать во всяким заграницам без меня, она начала общаться с разными мужиками. В общем, за моей скиной и крутила какие-то то ли романы. Она это называла просто общение. Ничего более, но... Могу вот так пытаться сделать. Я не знаю, выкладывать эти переписки, не выкладывать, я только в последнее время начала всё это лезть. Это моих детей называют своими детьми, это моим детям... На такой видос? Ты реально ожидаешь такой комментарий? Типа, ХД? Или типа, где мини-котик? Нет, чувак, тут немножко другой контент. Ладно, у нас с ней уже и так были напряжённые отношения, как бы улетело, ну и хорошо. Но для меня был шок, когда она вернулась из одного из путешествий, и мне вот просто в лицо вот заявляют, что знаешь, вот нам с тобой плохо, я хочу с тобой остаться. Куртки сижу нахуй, потому что холодно, бро. Ищи себе кого-то, жри себе с кем-то, я себе буду строить свою жизнь дальше. То есть для меня это был шок, но всё-таки я знал, что оно так будет. Последние три года я настиглёшь, если ты не изменишь свои отношения, мы с тобой рано или поздно останемся. Блядь, это на самом деле не особенно круто, даже грустно просто, потому что у них ещё уже дети есть. То есть, ну да, вот дети это вот огромная проблема в таких ситуациях, по одной простой причине. Вы вроде бы хотите расстаться, вроде бы у вас уже ничего не держит вместе, вы реально соседи, но есть дети. И они вас действительно держат. А если вы расходитесь, это в любом случае психологическая травма для детей. В любом случае. Да ну от неё вот так вот холодно, без криков, без истерики, я этого не ожидал услышать. Все эти годы, что мы были с ней, мы с ней постоянно ругались из-за её отношения к Ютубу, из-за её отношения к подписчикам, из-за отношения к донатам, потому что она бабки постоянно требует. Но услышать вот так вот в лицо то, что она вот от меня хочет куда-то там уйти, для меня это был жёг. Я начал высказать какую-то информацию, то есть, что, почему, как, и начал находить переписки, в которых она общается с другими мужиками. И для меня это всё было максимально неприятно. Она как бы мне вот это всё вывалила, сказала, хочешь там, ищи с кем-то, общайся. До этого у меня, по сути, друзей особо не было, я ни с кем не общался. Бля, прикиньте, хуеть. Прикиньте, вы такие, женаты на девушке, находите её переписки, она говоришь ей, такой, типа, чё за хуйня, она такая, ну, общайся с кем хочешь. Ты такой, да нет, ты мне объясни, нахуя ты общалась. Ну ты общайся с кем хочешь. Ты мне объясни, ответь на вопрос. Я чё непонятно выразился, блядь, что за хуйня, что в голове? Все эти годы, что мы были с ней вместе, я, в принципе, ни с кем не общался. У меня было работа, 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 и больше ни на что времени у меня не оставалось. Тянуть один свой канал, второй свой канал. Что ты же на месте? Занастить тянуть два канала. Если кто не понял, то, ну, я вроде бы уже говорил об этом. В общем, имя мини-котик принадлежит папа с ним право мне. Образ персонажа принадлежит тоже мне. То есть все вот эти вот каналы, это всё моя собственность. Настя там была просто ведущей, и у неё был открыт доступ ко всему этому делу. И как бы то ни было, я потерял немного суть повествования. Блять, моя собственность. Ну, кстати, защитить не супер-то круто. Потому что, ну, я уверен, не было никакого брендирования. Ну, то есть создать канал и иметь к нему доступ, ну, если ты являешься автором канала, ты не знаешь, что это твоя собственность. Ну, нет, по факту твоя, но она спокойно может создать второй канал и быть мини-котиком, и ты ничего вообще не скажешь. Абсолютно ничего. Ты можешь даже с основного канала кидать ей страйки, типа, всё равно нихуя ты ей не сделаешь. Потому что она ведущая, она имеет право сидеть на другом. То есть есть другие каналы, допустим, где чуваки переходят от ведущей, и сдают новые каналы, допустим, от какого-то бренда уходят. Они остаются с теми же самыми никнеймами, с той же самой подачей, с теми же самыми проектами. Абсолютно с теми же самыми. Так что, Гриш, это прям собственность, ну. Формально, да, по факту имя, ну, она имеет право себя поставить. Ну, ты же не Тимати, блять, Кристина Синяя, да Тиме. Блин, мне тяжело, честно, во всём там говорить, я вот начинаю прям теряться. В общем, мне надо собраться. Блин, не могу. Да, извиняюсь. В общем, она мне вот это вот всё высказала, и я создал пост о том, что я ищу друзей, с кем можно было бы снимать. Это было, ну, относительно недавно, месяца 3-4 назад. И я начал пытаться среди подписчиков искать, 3-4 месяца назад, снимать, пообщаться, подружить. Ну, то есть меня просто начали толкать, как бы, девочки с кем-то оживили, себе кого-то ищи, но я решил просто, я хочу снимать, мне этого не хватает, с Настей я снимать не могу. Просто вот не мог мне прям настолько... Потому что неприятно, да. Да, писать крайне тяжело. Потому что вот на экране она один человек, а в жизни это совершенно другой человек неприятный, который ведёт себя нехорошо. В общем, я начал пытаться, никого не нашёл. Пару раз с кем-то встретился, погулял. С одной из подписчиц, я там девочке 17 лет было, мы просто с ней один день погуляли. Я скинул Насте фотку, сказал, что вот я погулял, вроде бы было прикольно, пообщались. Что с тобой не так, мразь? Слушай, а ты слышал или смотрел видосы с разоблачением на Хесуса? Если да, что думаешь? Что думаю? Насчёт чего? Насчёт того, что Хесус не разбирается в политике? Или ещё чего? Типа то, что Хесус... Блядь, ну типа... Небо голубое, чувак. Я хуй знаю, что тебе ещё сказать на это. Мне тоже человек рассказал немного о своей жизни. Но если там что-то в жопе начало ревность играть, она начала меня этим аппликать. Я говорю, ты дурак, что ли? Ты мне сама сказала, иди с кем-то общайся, чуть ли не живи. Я просто пошёл с человеком погулял, и как бы мне вот начали вываливать. Там роднее начало ныть. Короче, для меня это очень шоколад. То есть ты что делаешь? Ты меня говоришь, идти и живи свою жизнь. Я просто пытаюсь найти себе друзей. И на меня вот это вот всё вываливается. Я прекратил поиски друзей среди подписчиков и всё остальное. Просто перестал на всё это даже рассчитывать. Я и написал, потому что, короче, я хреновая это всё затея. Что у Настя Голай происходит. Для меня не так. Типа он хочет хорошее, он против войны, он за всё хорошее в мире. Это хорошо. Но проблема в том, что действительно он некоторые вещи просто не выкупает и попутно пытается в них сам разобраться. И я говорю, я не против, когда в этом есть только эмоциональная твоя часть. То есть когда ты не пытаешься... Ну то есть ты сел и высказал, что чувствуешь по поводу какой-то новости. Не говоря то, что вот так, так, правильно, так, правильно. Что с тобой не так, мрай? Вот это... Там, скорее, про видос Николай. Где их сравнивают? Скорее, скорее, видос... А вот это я не видел. Вот этот видос я не видел, я смотрел другой. В общем. Так что вот. Поэтому у меня к ЕСу по факту мало вопросов. Только насчёт, возможно, вот этих некоторых моментов, когда в самом начале были вопросы. И то они такие минимальные. Мне было, честно говоря, немножко пофигу, потому что так вышло то, что я пропустил абсолютно всех стримеров, которые мониторили ситуацию с Украиной. Ну вообще не было интересного этих стримеров, ребят. Ну, блять, ни одного. Вот вообще ни с этой стороны России, ни с этой стороны Украины вообще никого не смотрел. Вы поверите мне? Я мониторил исключительно всякие телеграм-каналы и смотрел новости. И сам собирал своё мнение в голове. Если вещи какие-то не понимал, я искал информацию, там, типа, каких-нибудь аналитиков. И так далее. Меня груб... Я поэтому и не высказывался на политической точке зрения, типа, кто прав, кто виноват. Я груб эмоционально. Типа, что у меня происходит? Ну, то есть, что я чувствую? И вот, ну, за те вещи, которых ты уже потом не можешь сказать на уровне... Ты нихуй не разбираешься. Что не разбираешься? Что я, блядь, чувствую? Типа, ну, вот мне неприятно, что такая херня происходит. Я чувствую, что это там бьёт по каким-то вещам. Я чувствую, что моим друзьям хуёло. Мне это неприятно. То есть, ну, такая херня. Акашкан дает... Да, блядь, я доначуру отвечаю, сука. Вот мне деньги... Донайте, блядь, чтобы я не стопал. Тогда поговорим. А, блядь! Понятно. Скорее всего, когда она увидела фотку... Слышал, там, возможно, официальный Роскомнадзор на 9 мая в Украине? Там всеобщим... Блядь, официальный Роскомнадзор на 9 мая? Что? Я там с девочкой гуляю. У нее там в голове, может быть, что-то сработало. Типа, там, ага, что-то там. Присепишь каждый суд, понимаете? Ну, по-моему, она, скорее всего, тоже уже с кем-то общалась, мрай. Меня это смутило. И восходства реально очень жесткие. Ну, ладно, Лев. Ну, типа, я не буду сейчас открывать это. Если ты думаешь, что сейчас на стриме я буду разбирать эту хуйню, я не буду. Мне это нахуй не нужно. Я политтемы поднимаю все на стриме только насчет вещей, которые меня реально заботят. Так вышло то, что позиции Хеса о войне и его какие-то конфликты, конфликты с аудиторией и то, что он какой-то плохой, меня вообще не беспокоит. Как и любой другой стример меня волнует. Вот прямо тебе говорю то, что меня реально волнует. Мои друзья, находящиеся в Украине, товарищи, меня волнует вот ситуация со спортом. Меня волнуют проблемы с санкциями, с оплатами и блокировками творчества именно за рубежа. То есть Adobe, Universal Audio и другие вещи. И эти возможности оплаты. Ну, еще вот такие мелкие места, допустим, с тем самыми играми. Вот это те вещи, которые меня реально волнуют. Ну, и потом получается опять же некоторые моменты. Ну, с едой мне... Что с тобой не так, мразь? Таня, смотри, это не так важно. Там не о политике. Окей. Окей. Могут объявить Украину. А, войну Украины 9 мая. Вы не подумайте, я не долбоеб. Это типа из Британии? Хуй знает. Хуй знает. Когда она уже летала. Это же уже было после того, когда она мне рулила. Типа, иди, ищи себе кого-то. И получается, может быть, она себе подумала, я не разбираюсь в этом настолько сильно, чтобы как-то комментировать. Хуй знает. Я не знаю, мне тяжело вот заглядывать. Подожди. А как им можно объявить войну, если она... Ладно, похуй. Типа, что? Ее голову, потому что в ней происходят очень странные вещи. В общем, я перестал пытаться кого-то искать, все это дело забил. И сидел банально в Инстаграме, чистил речку, и случайно, помню, как-то наткнулся на один пост, где девушка прокомментировала мою запеканку. И я сказал ей там спасибо. Она что-то начала рассказывать о том, что у них на что-то часто там стрелять начали, что ей неудобно общаться. И выяснилось, что эта девчонка находится где-то в Донецке, в Краматорске. И у них там начинались только военные действия. Это как раз вот цепало, что вот начинался там писец полнейший. И вот мы как-то вот начали общаться. Зачем это рассказывать? Сейчас поймать. В общем, начинался вот этот вот весь писец. Меня мама там подбивала, что вот надо помогать ЗСУ, там, пойди воинкома, бла-бла-бла. Я пошел, мне сказали, типа, пошел вон, ты нам здесь не нужен, и так хватает, кому воевать. У меня такой типа ок. Спустя какое-то время там Настя начала опять сваливать в свои Египты. Я ей говорю, что типа, нафига ты это делаешь? Она вот мне там... Путин, вот ты доволен? Ты делерон и мини-котик из-за тебя они расстались. Ну вот, сука, вот... Это последняя капля нахуй. Хорошо, мне там нравится, мне здесь плохо, ты меня постоянно воспитываешь. Я все вот эти вот годы сейчас с ним был, постоянно как бы ей был, как папочка, как она меня называла, потому что я постоянно вот ее воспитывал. Вот ей вот хотелось... Не стыдно, Вова? Делерон расстались и мини-котики. Ее вот сильно взрослый, но при этом у нас всегда было ребенком. И до того, как у нас появились дети, у нее постоянно была больная идея, то что вот она хочет себе детей. Говорю, ты ребенок, ты не сможешь воспитывать нормально детей. Дети, по сути, слушаются только меня, а больше никого они не слушаются, потому что их воспитывают неправильно. И ситуация такая интересная, что вот появились дети... Еще она такая, блядь, что-то я реально переборщил. Вот этот, блядь, уже перегиб. Бэк. Все-все, вот это перегиб уже. Детей свалилось абсолютно на меня. Воспитание детей и воспитание Насти. Что с тобой не так, мразь? Чат, не начинайте сраться из-за политоты. Я спрашивал именно по поведению Леши. Политика тут неинтересна. Ну... Там же вопрос именно про политику, все развлочения у Хеса, разве нет? То есть... Поэтому или там ли была еще политика рядом? Какая разница? Дети начали вести себя более адекватно, зрело. Я скажу вам еще сразу про любого стримера, про любого ютубера. Зачастую бывает такая хуйня, я скажу это важную вещь, потому что за вот получается сколько времени? Я практически 10 лет в медиапространстве, ебай, 10 лет, представьте себе, и видел дохуищи переобувок различной аудитории к тому или иному блогеру. Могу сказать, что в большинстве своем это как работает? Есть какой-то фанат или не фанат, он услышал какую-то информацию о ком-то человеке, составил свое охуительно большое, охуенное мнение, которое вяжется с реальностью только, ну, на, не знаю, на вот этих пирамидах иллюминатов по логике и пропагандирует, и рассказывает всем его как истину. Ну, вот такая есть херня. Допустим, кто-то наркоман, кто-то, я не знаю, там изменял, кто-то гондон пиздит. Блядь, вы о чем говорите? Многие считают то, что я бисексуал. То есть то, что я сам говорю, что я бисексуал, чтобы понимали. И многие реально распространяют это мнение, к примеру. Что с тобой не так играть? К примеру. Это самый банальный. Там политики вообще нет, просто поведение его. Ну, посмотрим тогда потом. Ну вот, понимаете? Я вообще про это не говорил. Просто из-за того, что я там бывает, угораю тем, что давайте поцелуй пацана, просто угораю. Извините, я просто усыпаюсь от этого говна. Ну, типа, он говорит что-то бить. То есть если я пытаюсь поцеловать пацана, это значит, что я сказал, что я бисексуал. И это самый банальный пример. Это самый банальный пример. То есть люди вокруг всегда сами решают, кто ты. Ты можешь казаться кем угодно, пытаться казаться кем угодно. Но это не имеет значения, потому что каждый человек для себя решает, кто ты есть. Каждый для себя. Каждый. И в меня, и в чем мастер, у него с этого там возможно... Кто-то из вас, допустим, думает насчет меня, что я долбоеб. Кто-то говорит, ну типа, прикольный чел. Кто-то говорит, ну я хуй знает, вообще ничего я к нему не испытываю. Кто-то, блядь, наоборот, жалость, блядь, даже испытывает. То есть каждый решает для себя, кто ты. Все. Ты гей? Можно начало с жопы гореть, или я хрен его знаю. Да. Как бы это ни было, ее бесило то, что вот меня дети слушаются, ее дети слушаются меньше. И вот как-то мы все больше и больше начинали сраться из-за банальной бытовухи по поводу чистоты, по поводу того, что где-то что-то накидано, по поводу того, что Настя не развивается, не хочет ничему учиться, никуда идти на повышение квалификации, чтобы вмести какую-то профессию, чтобы в жизни чего-то достигнуть. То есть все мои попытки ее куда-то толкать в правильное направление воспринимались, как ты просто докапываешься, бла-бла-бла. То есть вот мне оно надо, ей это не надо. И мы срались в основном из-за того, что как бы я хочу ей помочь, но как обычно моя помощь никому не нужна из-за нее. Блять, подожди. Ну, кстати, это ни хуй не всегда работает. Ну, то есть если она говорит, что ей это не надо, может ей это реально нахуй не надо. Ну, то есть почему ты думаешь... Нет, я почему это говорю, потому что у меня была такая позиция. Что с тобой не так, мразь? Максим, в этом плане хороший пример. Как себя должен вести блогер в этой всей ситуации. Спасибо тебе за это. Не хочется этой ненависти и сроча на твиче. Да, не за что. Но у меня позиция на самом деле какая-то средняя по факту. Типа, я не за одних, за других. У меня немножко другая ситуация. Ну, ладно, в любом случае. Может быть, реально вот этот мини-котик, ну, не хотела быть ютубером, не хотела вот этого. Человек приходит к своей помощи, начинает говорить. Давай, ты станешь, блять, медиагигантом. Он говорит, я не хочу быть медиагигантом. Ну, вот не хочу, вообще не хочется. Я почему говорю? Потому что у меня с вами были ситуации в жизни, когда я подхожу к человеку и говорю, давай, блять, ты будешь ебашить. А ты говоришь, ну, я не знаю, типа, не мое, чего-то не хочется. И как бы человек начинает, а потом забивает хуй. То есть даже я, допустим, потенциал какой-то вижу, все равно забивается хуй. Я думаю, вот, блять, человек не хочет. А потом я что-то поразмыслил и думаю, блять, вот как я начинал. У меня горели глаза. Я сидел с ебаным мейбуком. Что с тобой не так, мразь? ОСУЖДАЮ! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а было похуй на технику, на все абсолютно похуй, потом становилось все лучше, 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 я сначала в этом всем разбираться, у меня реально горели глаза вопрос, будут ли гореть глаза у человека, который начинает это делать я допустим с Нелли, что вы понимали, я не стал так ошибаться, и поэтому когда я говорю типа Нелли, ты хочешь стримить? Я говорю, да я ей вообще практически ничего не давал, что вы понимаете, то есть я дал ей ноутбук он правда хороший и по-моему подарил ей микрофон по-моему, все это все, что у нее было это уже больше, чем у меня но это правда мало в сравнении с тем, что я давал другим до этого, прям супер, ну мало и смотрите, она стримит как бы все хорошо, потому что нельзя сразу все давать человеку, типа он должен сам из себя добиваться, это факт, это факт потому что иначе желания не будет и вот этот вот раз, когда она прилетела из своих вот полетов, она на меня выглядела потому что она устала от того, что вот я ее постоянно воспитываю что вот она летает, ее там никто не трогает, ей там хорошо и в общем, очередной раз она вот это вот улетает мне говорит, что все, я себе буду настраивать свою жизнь я говорю, как бы, ну уже ок особенно когда у нас начались вот эти вот жесткие обстрелы я в принципе понимал, что если Настя улетит, она улетает там какому-то своему мужику и мне уже было, ну не то чтобы плевать, но я как бы смирился с этим сказал, что хорошо, ладно, я тебя отпускаю, лети себе я не до конца понял, что там произошло возможно, она прилетела с детьми, а никто не ожидал того, что она прилетит с детьми на самом деле, как там обычно бывает, что вот Украина, да, из Одессы я королева, там, прилетишь с детьми, тебя приму, будем жить все вместе она прилетела, и что-то там ни хрена не сложилось и она начала временно пока что в этой ситуации Дилерон Гондон в каком месте? блять, если вы думаете то, что в любых отношениях только один прав, другой Гондон ебаный вы уже не правы в любых отношениях, в любых проблемах в отношениях виноваты всегда оба в зависимости от ситуации, опять же то есть, к примеру, есть вот единственная вещь, которая не оправдывает никогда человека вообще вот, то есть, если вот он это делает, он сразу вообще не прав а в каких бы, вот, напротив, долбоеб не был человек что с тобой не так, мра... ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО вообще никак не оправдывать человека, это измена. То есть, ты можешь быть фулл долбоёб, но если тебе изменили в отношениях, ни одна фраза по типу, ну, наверное, ты, типа, её не удовлетворял, не работает, нахуй. Измена это предательство, именно любая измена, это, в первую очередь, предательство самого себя. То есть, если тебе не нравится, допустим, твоя девушка, твой парень, и ты изменяешься настояв в отношениях, это предательство самого себя. Это факт, блядь. Это говорит о твоих принципах, о твоих позициях. Ну, о тебе, как человеке. Понимаете? То есть, ну, как вообще можно твоё мнение воспринимать, если ты изменяешь? Как? Ну, как, блядь? Как, нахуй? Общаться с целой кучей мужиков, может быть, и продолжал общаться, я не сильно понял, что там у меня происходит. Ей там и писюны скидывают в этих переписках, и приглашают там на всякие потрохушки. Настя говорит, что, о, это всё, это чушь, это всё общение, для меня это всё шок. Ну, в общем, она свалила с детьми, я, в принципе, понимал, что это и как это будет. Я её отпустил, хотя мне говорят, типа, нафига ты сделал, типа, отпустил её. Просто я решил, что если тебе со мной плохо, ну, что я могу сделать? Я все эти годы пытался наши отношения как-то склеить. Она мне уже, типа, не пытаясь склеить то, что не получается, склеить, но, как бы, ок. Я её, как бы, опустил, думал, что там у человека в башке всё хорошо, если ты летишь, то тебя там кто-то реально ждёт. И ты прилетишь, и там, типа, мои дети будут присмотрены. То есть ситуация, она такая, очень неприятная. Получается, что я наступаю на свою гордость и на всё, и, как бы, будь уже предсчастлива просто. Ты уже решила, хорошо, если ты там нашёл кого-то лучше, лети, будь счастлива. Но, насколько я понял, там никого особо её и не ждёт. Ну, она продолжает там с кем-то общаться, продолжает там себе кому-то клинья подбивать, но особо кому-то, как говорится, нужен, если у тебя мозгов нет, ты ничего не умеешь, у тебя амбиции до хрена, и при этом ты ничего не можешь. У тебя нет ни вызывания, ни мозгов, с тебя... Бля, ну это уже некрасиво, на самом деле, ну ладно. Постоянно всё делают, убирают, и внезапно тебе нужно начинать жить, и, как бы, постоянно вот эти вот на меня нападки, я не собираюсь меняться, я такая, какая есть, а при этом от неё чём мне вообще хотелось всё это время? Это банально, будь, пожалуйста, любящей жена, просто выполняй какие-то элементарные обязанности, убирай за собой, не надо за мной, у меня квартира сирочистая. Нет, это может быть правда, на самом деле, типа, что он сейчас говорит, но хуй знает. С собой. Мы живём на две квартиры, я постоянно приходил к ней и начинал вот эти вот наведения порядка, везде всё насрано, везде вот это вот всё. И я говорю, блин, ну не свиня... Всё равно это твоя жена, вы с ней прожили столько времени. У Дилерона, по-моему, была вот эта болезнь очень жёсткая, она помогала всё равно во время её, разве нет? То есть... Хер знает. Дети бегают, а... Она не помогала? Чего, блядь? То есть, что... Подожди, стоп. У её мужа была болезнь очень жёсткая, из-за которой он даже не мог ничего делать. Она... Она чё, ёбнутая? Она... Она... Она сгибала в Египет, типа... Ну, у этого... У Дилерона, блядь, ну... У Дилерона же была онкология, да? И, блядь, не дай бог, что... Ну, я типа сейчас... По-моему... Ну, типа... Было что-то такое, по-моему, не? Ну, вот. И, то есть, такой ситуация такая... Ну, я в Египет погнала, блядь! Говори, чё хочешь, бро. Говори, чё хочешь, бро. Она тебе изменила, ещё не... Говоришь, что... Вообще, похуй. Я всё, я больше... Я больше не собираюсь... Да я даже не буду останавливать больше. Ну, так-так. Я, может быть, какой-нибудь момент ставлю до квартиры, типа, как грунту. Это чуть позже. Но суть в том, что мне постоянно приходилось приходить, убирать. Там на видео будет диобрано, но когда-то ни было, там обычно насрано. И, в общем, чё-то я опять теряю... Суть повествования, блин, капец. Меня, на самом деле, накрывает. Я это всё снимаю только для того, чтобы уже не дать себе на попятную пойти и не сказать, типа, окей, я тебя опять прощаю. Мы с ней срались все вот эти годы, я даже не знаю, мы очень прям много раз. И она мне постоянно обещала, что вот я изменюсь, я изменюсь, я изменюсь, всё будет хорошо. Я дурак, такой, типа, да-да, хорошо, да-да, хорошо. Блять, тебе жопа пригорела, охуеть. Веря в то, что будет хорошо. А последние вот разы мне уже просто вот лицо в застельных тихо, спокойно было сказано, что нет, хорошо не будет. Всё, расходимся. И я сейчас уже морально готов к тому, чтобы мы с ней развелись, потому что она постоянно мне вот этим вот тыкает. Хочу развестись, хочу развестись. Вот пока мы не развелись, я не могу ни с кем нормально встречаться. Ну, потрахаться не может, естественно. Штампик с паспортом же сильно мешает, потому что когда вот она свалила в Египет, вот эта вся охрень с войной, она дико накалила мозг, я её отпустил, но в то же время я продолжал общаться с семьёй людей, которые были в Краматорске, это Донецкая область, их там конкретно обстреливали, это полнейший пиздец. До этого я общался со своим модератором, по-моему, лет семь с девчонкой, я не видел до сих пор, я не знаю, как она выглядит, я не знаю, что это за по сути человек. Мы с ней созванивались, переписывались, просто общались, я на ней обваливал проблемы своей жизни, она проблема на своей жизни, мы так с ней не встретились, я не знаю, как она выглядит, для того, что для меня общение на расстоянии без чего бы то ни было большего, ну, в принципе, ок, хотя в последние годы мне не хотелось встретиться с ней, потому что я начинал с ней общаться, когда ей там было что-то 13-14, а сейчас ей уже 19 лет, мы перестали общаться полностью. Всё. подожди, просто хочу посмотреть кое-что, просто хочу посмотреть. Приветствую. Всем здесь элеронный кинекотик, так, подожди, где вы ВКонтакте? Моя группа ВКонтакте. Так, Николай Богослов. Ну, блядь, они просто общались. Какой-то, блядь, ну, я вот тоже с вами же общаюсь, не делает меня... Ладно, послушаем папаню. Потому что я на неё начал, как бы, сильно давить, типа, вылезать из своей ракушки, идём просто банально погуляем. Я с тобой с тобой столько лет общаюсь, я тебя в лицо никогда не видел. Ну, в общем, оп, как бы, я от неё отстал, потому что там у неё тоже свои тараканы, у человека тоже там свои проблемы, нужно как-то жизнь свою налаживать, и она привыкла к общению, то есть без лица. В общем, я к тому, что я так же само просто общался с людьми, которые в Краматорске, для меня это было просто общение. Как бы я там ныла своей жизни, девочка рассказывала о том, что у неё тоже была ни хрена нелёгкая жизнь, тоже там какие-то странные сложные отношения, в семье тоже не всё совсем хорошо, повод отношений внутри там, не то чтобы её там недолюбливают, но постоянные какие-то тёрки по поводу того, что у неё немножко говнистый характер. Ну, не то что, ну, короче, отношения родителей и дети это тяжело объяснить, я не хочу туда лезть. В общем, я к чему, я пока Настя свалила туда, мне хочется с кем-то общаться, я с человеком общался и понял, что происходит полнейший писец. Я в ЗСУ через приложение банка пожертвовал довольно-таки много денег за это время, просто ходил людям, которые на постах там еду отвозил, просто там деньги давал. И вот этим людям я помог свалить из Донецкой области и предоставил им свою квартиру, где я жил. А твоя жена в этот момент в Египт поехала? К ёбарю. Ну, бывшая жена. Блядь, это такой абсурд. Я был с Настей когда-то на черёмушках, у моей бабушки. Я им бесплатно выдастал квартиру, они там живут совершенно бесплатно, я там ещё натупил, сделал большую переплату по коммуналке наперёд, я отдал свой диван, который у меня был там на квартире, потому что предыдущие люди, которым я сдавал эту квартиру, свалили, украли кровать, украли холодильник, для меня это шок, но сдавать квартиры это вообще ни хрена не круто на самом деле. Ты вот кому-то что-то сдаёшь, и это полнейший писец. Даже вот официально всё заверяешь, и всё равно вот народ дикий какой-то. До этого с ковидом было, люди свалили, когда бы ковид оставили за собой долг 36 тысяч гривен, это где-то тысяча долларов. Сейчас вот эти вот люди свалили тоже, когда начали здесь обстрелы. Я понимаю, вы сваливаете, но в холодильнике кровать можно было с собой не уносить и квартиру не громить. Поломали то, поломали то, квартира вот такая вот. Люди съезжали, наняли каких-то ручек. Ну, блядь, вот вы говорите, что спиздили холодильник, а вообще-то его укрыли, чтобы русские солдаты не забрали. А? Квартиру просто разнесли. Я это всё потому, что просто вот я позвал людей, и люди заехали, и живут там всей семьёй, там 4 человека, мама, папа и 2 дочки. Одной дочке 17 лет, второй дочке 22 года, и я общался с той, которая 22. Мы начали как-то дружить, общаться, и у Насти начало гореть с того, что вот как это так, я там начал с кем-то общаться. А девочка приехала в пиздецовом состоянии, что она, что её сестра, у неё чуть ли не анорексия была, ты когда ты не можешь есть, она приехала, ей было максимально херло. Бля, это ещё очень опасная херня, анорексия. Она могла тут за раз есть ложки две овсянки. И её мама не верила в то, что ребёнку максимально вот просто хреново. Она типа вот ешь, ты пахаешь, ты будешь кушать, вот орёт на неё, воды там попей просто, бла-бла-бла. Я на всё это дело смотрю, такой типа там, ну, у меня отношение к больницам, что меня туда хер загонишь, но я на всё это дело посмотрел и говорю типа, нет, поехали. Я её за лапку взял, мы поехали в одну больницу, там была закрыта та больница, которая в районе Черёмыша, где моя старая квартира. Там не было нужного врача, который нам нужен. Мы поехали на посёлок, зашли к нам домой, я ей дал одну из Настяных кофт, потому что она приехала в свитере, который, ну, перенёс переездку через кучу блокпостов, то есть люди только свои вещи они взяли. Я делал человек, и мы пошли по врачам, мы там получили заключение, там сказали, что везет надо спасать, на ребённом учили, в большую часть лет, у вас тут слёзы и слёзы из него, вырываешься из-под обстрелов, где бомбят твой дом, где военные ходят с оружием, стреляют по ночам, люди на кухне просто закрывались у себя в частном доме, пучкой сидели и ждали, пока перестанут военные побегать. Я просто немножко не понимаю, как это связано с мини-котиком. У меня вчера, на самом деле, за окном ракеты пролетели, и угадайте, какой район пролетели ракеты, это вообще шок, это район той квартиры, которую я сейчас предоставил, где-то там рядышком, что-то повзрывалось. На прямую? Я предварительно переписки посмотрел, что она мне сказала, что и сегодня тоже, у них там что-то где-то бахает, что опять окна дрожат. У нас сейчас возле Одессы какой-то... Только не говори, что сейчас будет какой-то неожиданный поворот, то, что мини-котик, как барон Мюнхгаузен, нахуй на ракете полетит. Я охуею. Короче, у меня за окном, у меня за окном лиман, и вдоль этого лимана летят ракеты. Сначала эти ракеты разбомбили нефтеперерабатывающий какой-то старый завод, а сейчас эти ракеты летят в сторону где-то твоей квартиры. Короче, какой-то пиздец у нас в Одессе происходит. Я вроде бы и рад, потому что Настя улетела, но я не рад тому, что она творит. В общем, вот это вот все происходит. Это все шок, я как бы там Насте тоже вот это все рассказываю. И я ей не говорил какое-то время, что я читаю ее переписки. Потом, когда я уже говорю, типа, ну как ты так можешь, типа, ты, получается, брала мне все это время. Ой, да забери, это всего лишь общение. Но я ей показываю там переписки, где пишут, что моих детей называют там своими родными. Ой, я рад, что ты мне начинаешь уже доверять. Ой, наши эти новые друзья. То есть, моих детей там, один называет своими родными, второй какой-то рак называет моих детей своими там принцессками. Я тоже ждешь, что они перепятаны в Египет. Третий мужик, Амарчик, с Настей там просто общается, хочет ее там, грубо говоря, в постель затащить. И она вроде как не против, она там с ним что-то общается. И был еще один, которому она первый раз и летала, он там с женой приютил ее в своем доме. Ну, короче, Настя загуляла, просто песец. И вот это вот все происходит, и у меня в голове происходит какой-то тоже ужас. А она с несколькими мужиками, блядь. Это... Блядь, я... Мои аплодисменты, я... КАК? Ебать, представьте, да? С Настей садимся, общаемся и говорим, типа, ну, что это вообще такое? Она говорит, вот я хочу наладить свою жизнь, типа, я хочу вот с кем-то себе жить. Я говорю, ну, ищите хотя бы какого-то нормального мужика, не ищите хотя бы альфонсу. Ну, то есть я уже совсем с головой поехал, уже пытаюсь войти в ее положение, как бы наставить ее на путь, что найди себе хотя бы что-то стоящее, чтобы о тебе заботились и заботились о моих детях. Мы с ней как-то вот обсудили, она говорит, хорошо, ты себе тоже там кого-то ищи. И при этом всем я говорю это все, и у меня в голове оно кипит, типа, ну... Чисто мартовские новости. Я все эти годы вот никогда не позволял за спиной его с кем-то общаться, да, в принципе, с кем-то общаться. Мне тяжело общаться с людьми, мне, в принципе, тяжело какие-то вот заводить новые знакомства, потому что у меня свои тараканы у людей, свои тараканы. И вот мне там Настя рассказывает о том, что вот я нашел какого-то мужчинку, он очень похож на тебя, посмотри на его фотки, на этом общение со мной, она ничего такого не видит, Блядь, представьте, подходит ваша сейчас девушка такая, смотри, дорогой, я нашла пацана, смотри, он как он на тебя похож, прикольно, да? Блядь, что за кринжатина, как вообще это можно было сделать, я не понимаю. Я бы, наверное, в этот момент так сделал, я бы просто сказал, типа, ты охуела? Нет, не знаю. И вот это вот все мы сидим, обсуждаем, я говорю, слушай, знаешь, ты мне вот скидываешь фотки, потому что ты там с кем-то общаешься, а хочешь лянуть вот с кем я сейчас общаюсь? Я просто девчонка дружил, она прилетела, мы пока таскались по этим больницам, я нашел самый умный способ, как вывести человека из депрессии, я ее покрасил в розовый цвет, это всем помогает, и, ну да, я, можно сказать, что еще скучал за Настей и решил как бы вот вернуть этот образ, который мне очень приятен. Я бы не сказал, что у меня розовый цвет волос ассоциируется сильно с Настей, как бы он мне больше ассоциируется с миникотиком, тем, кем она, по сути, давно уже перестала быть, потому что она не миникотик, она сейчас просто Настя, потому что из образа она до недавно вышла. Я сам скучаю за тем временем, когда мы играли вместе, когда нам было весело, нам давно уже ни хрена не весело, но как бы вот какое-то розовое чудо рядом с собой мне видеть приятнее. В общем, я перекрасил эту девчонку в розовый. Ну, кстати, это какой-то синдром мутки пошел, синдром мутенка. Хуй знает, хуй знает. По-моему, нет. Мы всегда считаем то, что то, что было раньше лучше, просто потому что мы запоминаем только хорошее. Но по факту этот человек всегда с тобой был тогда такой и такой сейчас. Возможно, тогда это казалось другим, по одной простой причине, потому что у вас интересов, наверное, больше пересекалось. Ну, хуй знает, как так это работает обычно. Либо ему просто нравятся розовые волосы, что более похоже на правду. Ели еще по больнице, она как-то начала начинать куш, ну, начала, в общем, есть еду и меньше плакать и больше приходить в нормальное состояние. Я ей, ну, Настя рассказывал о том, что я ее перекрасил, но фотки я не показывал. Спустя где-то вот неделю там или сколько, я ей говорю, что вот ты хочешь как бы глянуть вот с кем я общаюсь, тебе там вообще интересно или нет, мне все равно, я даже не ревную. Слова Настя. Но как бы с кидовой фотки, там на фотках ребенок такой, ну, девчонка, просто видно, что вот у нее глаза просыпаются тем, что она благодарна. Этот еще лучше нахуй. Хочешь я с киду, с кем я общаюсь, говорит, я даже не ревную. И кидаешь фотки ей, с кем общаешься. Блядь, прикиньте, такую хуйню с Гавжи, ты просто кидаешь фотки какой-нибудь, не знаю, Белла Делфи или Соло Золо, лишь на метро Детова. Типа, с кем я общаюсь. Я не ревную. Я ей помогаю, что я помог ее родителям. И у Насти сгорела жопа того, что вот она, первых, симпатичная, а во-вторых, по ней видно, что это не скотина. Не накаченные губы, там ничего, она там толком не накрашенная. Просто вот забитый жизнью котенок, которого захотелось принять, помочь и повозиться с ним. И мне с ним было хорошо. Но ничего более, просто вот дружба, общение. То, что происходит в переписках у Насти, для меня это максимальное предательство. И я не о том. Вообще, Настя увидела вот эти фотки, первая ее реакция, ты дал ей мою кофту. Типа, как ты посмел, ты у меня не спросил разрешения. Я такой, что? То есть, что ты мне сейчас говоришь? В смысле, я дал твою кофту? Там были какие-то вещи, которые она собрали, заказывала на обзор, ей не понравилось, она оставила у меня на шестом этаже эти вещи, хотела там передарить девушке своего брата. И тут она внезапно цепляется к тому, что вот я дал ее кофту, я притащил домой какую-то девку, и я покрасил ее розовым, и как я мог, я говорю, вообще-то я тебе говорю, что я покрасила розовым. Это охуенный ролик, блядь. И насчет вещей, как бы, тебе тоже пофиг, то есть, она сейчас начала перекручивать, а вот я сейчас тоже пойду себе найду какого-то мужика и буду с ними говорить, ты знаешь, что ты все это время все это время... Еще четвертого? Зебись! что тебе будет видеть приятно, как я вот с кем-то общаюсь, все детей действительно будет пофиг, но у нее же позгорело, а до этого она себя вела абсолютно холодно, в общем, какая-то вот такая вот непонятная ситуация. А, пятом! Я, да, я дейерона не посчитал. К-шему, нам нужно было развестись еще в 2019 году. Я тогда еще с адвокатом не приходил, мы там обсуждали по поводу развода, потому что я понял, что то, что вот она мне постоянно ныла, и мы срались из-за того, что вот хочу детей, хочу детей, я тебе говорил, просто подожди. Я говорил, что вот надо как-то встать на ноги, чтобы все было, потом заводить детей. Она мне говорила, что вот появятся дети, станет все легче. Нет, легче не стало, стало все гораздо хуже. Но как бы то ни было, я в одном доме купил одну квартиру для мамы и одну квартиру для нас. Квартира, которая была оформлена на маму, это та квартира, где были съемки у нас, все это дело, то есть я первый покупал для мамы, а та квартира, в которой сейчас я нахожусь, та трешка. Блять, вообще скажу больше, вероятнее всего, что если бы они не завели детей, они бы спокойно бы жили вместе, все возможно было бы хорошо. Ну, так просто обычно происходит, так всегда было, поэтому хуй знает, было бы лучше, хуже. Мне кажется, могли бы так же остаться, просто было бы проще, а могли бы жить в кайф, хуй знает. А вот это вот двушка, в ней я хотел, чтобы была жила мама, но она отсюда, грубо говоря, свалила через год, как пожаловалась здесь, потому что они с Настей постоянно срались, она этого всего не выдерживала и решила просто свалить, и к тому же ее грызло то, что квартира была на Настю, и она боялась того, что Настя ее будет тыкать носом в то, что вот она живет здесь, это не ее квартира. В общем, у моей мамы тоже там свои тараканы. Я к тому, что если бы мама, может быть, не свалила, может быть, мы с Настей бы не начали жить на две квартиры, но мы, по сути, начали жить на две квартиры, и как бы 12 ее, 6 мой, и меня потом еще пытаться упрекать, что я привел кого-то домой, говорит, это моя квартира, ко мне пришли просто гости. Для Насти это настолько дико, что вот к тебе... А у тебя есть планы на детей? Ну, во-первых, я сам ребенок еще, ну, мне кажется. Да не, не знаю, я говорю, я бы вообще не справился бы с ребенком, которому меньше 5 лет, прям 100%. Был бы ребенок подростком, вообще на изи. Я был бы охуенный батя, вот если бы ребенку было бы больше 12, там где-то 10, даже 9, я был бы охуенный батей, прям супер охуенный, это факт. А вот меньше, я просто не знаю, что делать. Я еще с детства помню, как я братом занимался, и так бесили все эти катания на колясках, я просто ненавижу это, блять, просто ненавижу, сука. Поэтому, если такая хуйня произойдет, пусть Нелли этим занимается, я съебусь из дома, на 9 лет вернусь обратно потом. Типа, здорово, Нелли, не ждала, вот я вернулся. Я просто не хотел с ребенком гулять, вот я и съебался за хлебом за 9 лет. Не, ну ходить-то я не буду, я же Нелли люблю. Поэтому на 9 лет просто съебусь, чтобы, ну, не катать ребенка. Потом вернусь. Ну, или, как обычно, там, не знаю, Нелли, нет, я вообще, есть еще второй лайкхак, можно просто хуево заниматься ребенком лет до 3, она увидит, что я хуево занимаюсь ребенком и будет заниматься им сама. Поняли? А что, опять подломался звук немножко? Все, починил, починился, с Настей этого всего даже близко нет. Может прийти, типа, какие-то гости. Короче, я с человеком начал общаться, начали рисовать картины, начали просто гулять. У меня потихоньку крыша начала остановиться на место, потому что изначально крыша вообще начала ехать от всей этой ситуации, плюс бомбежки. Банально хочется с кем-то говорить, чтобы тебя кто-то поддержал, а ты думаешь, я хочу им заниматься? А что не? А что не, Нэль? Не с Настей этого всего даже близко нет, но зато сейчас она пытается меня передо мной же сделать виноватым, что я сам. Нэль, ты бы реально доверила мне ребенка маленького, чтобы я им занимался? Ты же знаешь, кем он вырастет? Нет, точнее, он не вырастет. Боюсь. Вспоминал о том, что я ее такой сделал. Ну, как бы да, я ее отцу пообещал 12 лет назад, что вот ваша Настя никогда работать не будет, что я буду ее тянуть сам. Все эти 12 лет я ее тянул, давал ей бабки. Просто как бы ни за что, вот чтобы у нее не было такого, что вот я у тебя прошу деньги. Просто объясняйте, значит, что будет. Вероятнее всего, мы с ребенком будем сидеть, я бы себе его не доверила. Короче, я просто поясняю. Вот я буду сидеть с ребенком, двухлетним, вероятнее всего, это будет выглядеть так. Я возьму его и говорит, типа, вот дочка или там сынок, вообще похуй. Это называется футбол менеджер. Это моя команда. Смотри, видишь, что у американцев нападение, когда он будет забивать свой гол, кричи, красава. Вот. И мы играли бы в FM. Я бы говорил, вот твой папа выиграл Лигу Чемпионов. Он такой, папа, молодец, ты выиграл Лигу Чемпионов. Я такой, да-да-да. А смотри, сейчас куплю его за 15 миллионов долларов. Говорят, а ты его реально купишь, папа? Да, я его реально куплю. Вот смотри, купил. Бам. И, короче, она будет материться, говорит, типа, си... Вот такой хуйнёк. Перед тобой нежать. Нет, я ей просто постоянно дала деньги, сколько тебе надо. Вот как бы на-на-на, вещи покупал абсолютно все сам. И всё, что вот ей хочется, просто вот на. Где-то там нас с подружками общаются, я там начинаю подружки подкалывать, ой, у тебя iPhone старый. Я пошёл, купил и новый iPhone, новые часы. На-то перед этими подружками ходит, а подружки всё уже скисли, уже не могут с ней общаться, потому что их говно мокнули. Это когда я купил Насте XS Max за 56 тысяч гривен, и часы вот эти вот, как это называется, Apple Watch 4 золотые, тоже что-то там около 40 тысяч гривен они стоили, она вот это подружкам показывает, подружки же хотели бы повыёживаться перед ней, потому что подружки там кредитов набрали на айфоны, и ходят перед ней вот этими айфонами своими рисуются в кредитах, а тут она внезапно приходит с максимально навороченной комплектацией, гонконгская версия на две сим-карты айфон, золотые часы, максимально тоже комплектации, которые с LTE, там тоже у нас них ни хрена не работает, ну просто по максимуму запаковала, и типа, иди понтуйся, где от неё эти подружки отвалились, потому что они такого не выдержали, после этого были ситуации, когда Настя... Бля, ебать подружки, хочешь, что я тебе куплю айфон, чтобы твои подружки просто потеряли сознание, давай, приходишь с айфоном просто... Это, знаете, это напоминает сцену из американского психопата, помните вот эту хуничку, я вам покажу, американский психопат, как она называется, конфета, вот эта, говорю, вот эта сцена, блядь, мини-котика нахуй с подружками, вкусная конфета, что скажете? реально, вот это мини-котик нахуй с подружками, только это айфоны ммм, они плохо где приобрёл? взял вчера в магните по акции много карамель? много орехов, а на вкус что-то типа сникерс ха-ха-ха, повышая стука, я-я сейчас посмеялся в себя нахуй что это за звук был? ха-хах, я как будто себя щас проглотил, что за хуня? очень странный звук был дюба, но ни-чего особенного взгляни фиолетовая обёртка дерзкий дизайн, новый миндаля что скажешь? вкусная боже мой у тебя наконец-то появился вкус Не могу поверить. Суяйся! Час Нелли такая войдет. Мааакс! А почему ты мне так не донатишь? Мне, кстати, чтобы не спиздеть, один раз так Нелли донатил. Она сидела груз, она что-то на что-то копила, и я ей задонатил, помню денег. Я помню, было дело. Я не помню, какая-то хуйня была. Он такой умный, сдонателеку сижу, круто, те кто-то сдонатил, это круто, это круто. Но это было только раза два, по-моему, максимум. Но это был не фейк-донат, я просто типа с телефона это захуярил. 5к перед новым годом, а во. Я даже не помню это, на самом деле. И я знал, что это ты, а как ты узнала? Как я спалился? Подожди, стоп, я свое имя сто процентов не писал. Как ты узнала, что это я? Нель, как ты узнала, что это я? Нель? С ее карточки деньги списались. Блядь, охуеть. Она никогда ничего не нуждалась и всегда все получала лучше. Я ее не обижал. У нас были ситуации, когда она могла меня догнать до такой степени, что у нее начинается истерика. Я мог кидать по счетчику за то, что... Даже не за то, что, а для того, чтобы вывести человека из состояния истерики. Когда на меня кидаются уже, меня-то пытаются привить. Ну, то есть, такое, и мне потом что-то рассказывать. Она с детьми очень себя некрасиво нашими вела. Она очень часто вот, не то чтобы избивала, но постоянно вот лупила детей. Меня-то максимально бесило. Я говорю, ну, нельзя так с детьми. Детей воспитывать нужно по-другому. Если хочешь, ребенка наказать. Ты знаешь, как подойти Дилерон, такой сказать. Нельзя их бить, надо по-другому. Подходишь, смотри, стоит мини-котик такая. Стоит ребенок, подходит ребенку и говоришь. Что с тобой не так, мальчик? Держи удар. Не грусти. Дилерон, не грусти. Спасибо за фейк донат большое. Спасибо большое. Вообще, это супер странная хуйня то, что... Ну, типа, вообще есть какую-то руку прикладства. Это супер странно. Я просто тогда помню очень сильно грустила, потому что... Что? Я помню тогда очень сильно грустила, потому что не было денег на подарок ни тебе, ни маме, а ты параллельно стримил и задонатил с подписью Дед Мороз. А как ты узнала, что это я? А, бля, я стримил. А я думал, она не узнала. Бля, я четыре года думал, что я не спалился. Сука. Ебать. Вначале один раз ему скажи, второй раз ему скажи, чтобы он услышал тебя, то есть чтобы был зрительный контакт без отвлечения, что вот ты ему говоришь, что так делать нельзя. Если он не понимает, ты можешь ребенка отшлепать без криков, без истерики, без вываливания на него своих всех вот этих вот эмоций. Ты его просто вот отшлепал и посадил его перед собой и объяснил ему, я тебя наказал, потому что ты себя вел неправильно. Так себя вести нельзя, ты понимаешь? Там ребенок тебе уже что-то отвечает. То есть у меня вот такие отношения с детьми. Если ребенок подведет себя как-то неправильно, у нас с ними такое крайне редко бывает, потому что они знают, что с папой себя нужно вести хорошо. Например, вот Алиса там нашкодила, что-то поломала, перевернула там или подрались они. Я ее отшлепал. Что мне ребенок говорит? Папа и... Ты отшлепал свою Алису? Извини, я так больше не буду. И все, как бы у нас с ним конфликта нет. Ребенок меня не боится. Если я перед ребенком рукой взмахну, ребенок от меня шарахаться не будет. Он знает, что если он ничего не делает, с ребенком ничего не повезет. Так воспитывает детей Настя. Она с детьми общается по принципу, она на них орет постоянно. У детей психика перегружается, они тоже начинают орать. Она ходит, просто лупит детей так, что они по квартире летают. Там есть видео, которое я сохранил с камер «Домашнее наблюдение», где она просто лупит Алису. Алиса летит головой в пол, заворачивается, вот это вот падает. И она ходит там на герою. Дети просто вот так вот руками по квартире на месте ходят, потому что у них нервный клин. И у детей просто истерика. Я говорю, ты что творишь, так нельзя с детьми. Ты голову включи, возьми, почитай какую-то литературу. Ты слишком умный, я так не могу, мне с тобой тяжело. Почитай какую-нибудь литературу. Литературу. Мертвые души, например. Там вообще заебись сценочка есть охуенная. Как раз такая, ну да, я все поняла, сделала выводы. Где мой топор? Я перечитал херову кучу литературы по воспитанию детей, по психологии. Кучу мамских форумов перед тем, как заводить детей. Я ей говорил просто, возьми, разберись. Нет, мне это все не интересно. Я по сути вам сейчас свою душу изливаю, потому что оно все во мне кипело все это время. Это не оттуда? Подожди. А где ты, а в како, а где, стоп. А в какой тогда топором ебанули по бабке? А, преступление и наказание. Бля, шутку сорвал, сука. Лена пух, она все равно не смешная. Хотел это все рассказывать, чтобы на вас это все не вываливать. Но большая часть в аудитории, я думаю, уже подросла и в состоянии все это делать. Это к вопросу о том, почему я.. Ооо, спасибо большое. Это не фейк донат. Не грусти. Это если что не фейк донат. Спасибо большое. Это реально не ф.. Это настоящие бабки. Самые настоящие, да-да-да. Я с ней ничего совместно не буду. Возможно, будет мини-котик версия 2 когда-то, потому что каналы останутся у меня, и, возможно, когда санкции ютуба снимут, я смогу что-то снимать. Потому что у меня уже появилось желание что-то рисовать и где-то что-то делать, общаясь с другим человеком. Мини-котик 2.0? Он хочет отдать канал мини-котика другой своей девушке или вести самому себе сам? Бля, нет, если он наденет розовый парик, это будет охуенно. Если отдаст второй своей девушке, это будет фулкринжатина. Он меня мотивирует, общаясь с Настей все эти годы, мне не хотелось ничего. У Настей в голове это только путешествие, я купил машину, это машина-машина-машина, и все, больше в голове у человека ничего нет, ничего не стремится. И у меня нет желания расти. Но сейчас, когда я немного отдохнул, я понимаю, что... Так, канал мини-котика его. Так, мини-котика это в первую очередь сам персонаж, понимаешь? В принципе, мне не хватает ютуба, мне реально этого не хватает, мне не хватает общения с подписчиками, мне не хватает возможности во что-то поиграть. Но пока вот эти вот санкции, пока вот эта военная обстановка, у меня через день за окном что-то взрывается. Это крайне сложно что-то снимать, когда происходит вот такой вот писец. Так, там запись идет вообще или нет? Да. Да? Блять, вот типикал блогер я так же делаю. У меня на часах кто-то должен как-то все мониториться, но оно что-то не мониторится. Прям в точности так же хуярю. Сидишь какую-то хуйню рассказываешь, что он, бля, я еще записываю видео. Знаете, вот полегчало немного вот это вот, выводил часть всего. Но это еще не вся часть. Я еще не знаю, что это будет с этой Настей. Потому что у нас с ней всегда были открытые финансовые отношения, то есть каждый что-то зарабатывает, он знает сколько он заработал, каждый на что-то скидывается. И, по сути, Настя ни за что не платила. Коммуналка всегда оплачивала за квартиры, шмотки, то есть всегда все я оплачивал. И когда мне там она начала рассказывать, что вот ты там дал кому-то мою кофту, у меня такие мысли в голове, блин. И что, ты ходишь во всем, что я тебе покупаю, и ты мне упрекаешь, что я кому-то что-то дал, что причем тебе не нужно. У меня в тот момент вообще появилась мысль, которую я и озвучил, это то, что я хочу собрать все ее вещи и просто выкинуть их в мусор. Но она все равно хотела, чтобы я ту квартиру сдавал, пока она в Египте не возвращается. То есть она вообще не сильно хочет возвращаться в Украину, потому что она знает, что я детей обратно уже не выпущу. Может и выпущу, я не знаю, это в зависимости от того, как она себя будет вести. Ну а чё, муф такой себе, но, учитывая, сколько хуйня она делала, я думаю. До этого, когда она летала, то с Герой, то с Алисой по очереди, она по ночным клубам с ним ходила. Ну хер знает. Просто вот она ночью где-то с детьми шастает по ночным клубам, общается там с мужиками и... Ну бля, можно, блядь, ну это просто некрасиво в любом случае, такой себе муф. Ты рядом с этим всем, ну как-то это ненормально. Ну, с другой стороны, возможно, так надо было бы сделать. Что-то я опять теряю суть повествования. На эмоциях очень легко. В общем, ладно, пока я думаю, здесь сейчас вставлю обзорный видосик той квартиры, где сейчас я навел порядок. Вы посмотрите, я приду немного в чувство и продолжим. В общем, обещанный ром-тур, вот в таком вот, где я обычно снимал. Здесь у меня висела... А где мини-котик? Здесь есть картинка, которую я рисовал. Вот вторая картинка. Здесь у меня диванчик, правда, был. Сейчас вместо дивана стоит кровать. Диван мой уехал беженцам, которых я приютил на своей старой квартире на Черемушках. А вот эта кровать стояла здесь. И здесь сейчас Настя занималась ногтями. Вот у нее здесь такой пигенетик оборудованный. А до этого здесь стояла детская кроватка. И дети на огромном телевизоре смотрели разные развивающие мультики. Это кухонька. Квартиры, в принципе, практически одинаковые. Просто это, по сути, была всегда студией. И мне здесь находиться... И батьхат, на самом деле. Для всех вот этих вот терок с Настей. Я когда перестал заниматься ютубом, мне сюда прям стало очень плохо как-то приходить. Я себя здесь чувствовал весьма офигово. Здесь еще одна моя награда висела. Я тоже их позыграл на квартиру. Да нет, я рум-добрый мужик. Это факт. Ну, то, чтобы это полноценный рум-тур, ну, как-то вот так вот. И к тому же эту квартиру я сейчас сдаю, в принципе... Ну, так и можешь этот... 30 плюс лет. Типа почти что все мужики 30 плюс лет, они максимально добрые. Особенно семьянины. Можно будет, я даже не знаю. В общем, через каких-то левых людей будут эту квартиру сдавать. Живому телефон не палить, потому что ну его нафиг. Ладно, возвращаемся на ту квартиру, где я сейчас живу. А ты? Так мне не 30. Мне 26. Через 13 дней, кстати, будет 27. Так что подождите, мне еще три годика, можно хуйней пострадать. В общем, вот, да. Я с той квартиры позабирал все награды. За спиной стоит одна награда, которая в зале висела. Насчет сдачи той квартиры. Я считаю, что все-таки хреново, из-за тебя квартиру раздолбают, но... Годен? У меня военник есть. Смущает то, что вот ее родня тоже не пыталась как-то сохранить наши отношения. Там ее мама, насколько я понял, вообще в курсе о том, что она с мужиками общается. И как бы ей вообще ок. Я и маме, и папе скидывал голосовое сообщение. Почему негоден? Так у меня язва. Где я говорил о том, что у Насти там кто-то есть. Типа, пожалуйста, вмешайтесь. У меня с 12 или 13 года военник валяется. Мы разведемся, и у нас с ней уже ничего не будет. А, так мне еще 27 лет, блядь. Стоп, мне вообще 27 лет, тем более. А ты уже 27 лет? Нет, мне будет через 13 дней 27. И никак бы вообще пофигу. Все, что я услышал от ее мамы. Про что язва, залезай ко мне в рот, покажу. Настя, отхапай там у него, грубо говоря, побольше. И как это так, что ты у него не хочешь ничего забирать? Потому что Настя сначала говорила, что хочет у меня то ли обе квартиры забрать, то ли там одну квартиру. Да, 16-го. А если залезу? У меня эти деньги превратило в то, что я ей подарил машину. Ну, залезай! Это стало машиной, потому что я Хаммер покупал плюс-минус за 22 тысячи. И этот Хаммер она забрала себе. Хаммер? Поставила его. Потом она им не пользовалась. У меня он 5 лет в гараже простоял, мне не было времени там заниматься. Она эту машину подарила папе. Оху есть в Майнкрафтере, блять. Она должна завести себе кофейню и стать царицей кофейни. Вместо того, чтобы у меня взять денег в долг, она решила забрать машину у папы. Посралась из-за этого с папой, посралась из-за этого со мной. Потому что она эту машину забрала, продала за примерно 13 тысяч долларов. Это на 9 тысяч меньше, чем эта машина покупалась. Причем машина была максимально сделана. Я на ней не ездил, но мой знакомый человек занимался тем, что 5 лет ее вычухивал. Полностью все покрыто антикоразийкой, перебрано. Шумка, все провода, все машине перебрано. Идеальное состояние. И продал ее за 13 тысяч. Я бы купил сейчас Хаммер за 13 тысяч. За мной посралась из-за того, что она ее продала. Потому что я эту машину, можно сказать, любил даже больше, чем Настю. Ну, блин, ну серьезно, Хаммер. У меня прав, нет? Ну, с такими условиями... И Илана купила себе кофейню. Нет, деньги пролежали дома год. Я ей говорил, что вот ты хочешь кофейню, пойди устроися баристой. Поучись, то есть пойми, как работает эта кухня. Научись думать головой. Это же касается всего. Так, за что бы Настя не бралась, она это все бросает. Вот берется, что-то поделает, бросает. Начала заниматься ногтями. Так это типико хуня. Потому что зачастую, как это работает... Вот, допустим, если разграничить, получается, ветку того, как мы получаем информацию, в самом начале, когда мы только начинаем разбираться в какой-то теме, мы моментально узнаем дохуище всякой инфы. И мы такие, о, ебать, а это оказывается не так сложно. Оказывается, все очень просто. Но когда начинаем углубляться, оказывается, есть огромное количество информации, с которой надо разобраться, в которую надо вникнуть, обработать. И это уже становится сложно. То есть та же самая гитара. Вот начинаешь играть. Такой, о, есть аккорд там, допустим, один, есть второй, вот. А это чё? А что это? Ой, а барре? Ой, стоп, так это только аккорды. А что еще есть? А кви? А что? А кви? Да подожди. Табулатура. Ноты, блядь. А что такое ноты? А секундочку. А как правильно перебирать? А как пальцы ставить? А что? И ты просто сидишь, человек такой, типа, нахуя мне ебать мозги. Нахуя ебать мозги, если можно бросить и такой, ну, нормально, не получилось, не мое. То есть, мне кажется, люди думают то, что ты что угодно берешь, и это моментально у тебя будет получаться, если это, типа, твое. Но тогда в мире ты не найдешь никогда ничего твоего, вообще никогда не найдешь. Жили кратно на черемушках, на старой квартире, решила заниматься тем, что буду варить мыло, типа, какие-то там из мыла делать штуки, заниматься продавать, бросила. Буду девочкам делать какие-то рисунки хной, начала, бросила. Начну что-то там заниматься посредничеством с Алиэкспресс, бросила. То есть, вот так вот все берется и все бросает на полпути. Я эти бабки получила, там в кофейню можно было вложить десятку. Говорю, пойди позанимайся, устройся, наберешься опыта работы. Не бывает такого, что вот ты арендуешь место, покупаешь оборудование, оставишь туда человека, и ты не понимаешь суть работы этого человека. Он тебе будет на деньги обманывать. Я говорю, поработай, пойми. Ей стала лень, она все это дело забила, начала больше стримить, начала кряничать бабки, а деньги с проданной машины просто пролежали тупо год. Они вот год пролежали, а она мне потом говорит, что ну, я не буду, я буду лучше летать. Мне эти 13 тысяч обратно возвращают, типа, какие инвестиционные, которые у нее были. Типа, вот, на, держи, типа, это якобы обратно деньги за квартиру или что у нее в голове, я вообще не понимаю. Блять, не хочу, конечно, обидеть, но мини-котик, судя по этим рассказам, выглядит как типичная содержанка. Прям вообще типикал. И она сейчас хочет со мной развестись и целиком себе отхапать квартиру. Ну, как бы ок, ладно, я не против. Это неприятненько, и она знает, что это ей не принадлежит, но как бы детям, бла-бла-бла. Но у нее же в голове больные идеи, что эту квартиру надо будет сразу же сдавать, эту квартиру раздолбают. Блять, но самое странное, что дети, получается, уехали с ней, хотя она их пиздит. Ну, дешевую квартиру, где ремонт стоил там тысяч семь, и то там все уничтожили люди. А здесь дорогой ремонт, где плазма висит, ну, не плазма, а телик за 65, ну, 65-дюймовый. Ну, с другой стороны, блять, это даже, да, но сейчас лучше, наверное, в Египте, чем... Дилерон сейчас помогает в этом, волонтерством, по-моему, занимается, да, в Украине. Так что, наверное, с другой стороны, лучше сейчас детям в Египте. Да-да, в этом плане, да. Его банально, люди его отступнули, и все. Я подумал, что лучше с мамами, которые пиздят в Египте с арабами, чем... Какие залоговые должны быть, чтобы сдавать ту квартиру? С папой в таком кошмаре. В зале там какое-то зеркало разобьют, и эти зеркала тоже там что-то в районе по 200 или по 300 долларов каждое было. Я врать не хочу, но помню, что эти шкафы были как из золота просто из-за того, что... Послушать ее, да, согласен, я хотел послушать мини-котик, на самом деле. В дом пока затаскали, там уже было с ума сойти. И вот эти вот дурные... Потому что слушая вот эти рассказы Дилерона, я не понимаю одного, а нахуя он вообще с ней встречался? Ну, то есть не можешь же... Это вот вся эта херня, которая прослеживается, то, что он сейчас рассказывал в течение 40 минут, появится сразу после, допустим, рождения детей. То есть до рождения детей все было хорошо, а потом после все, моментально, другой человек. Продам, я буду жить себе в другом месте, куплю маленькую квартирку. Я говорю, подожди, 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 ты же говоришь типа детям оставим. Любил. В общем, я к тому, что она хочет отцапать квартиру, эти деньги моментально опрошутся. А что потом? Как бы она себе не нашла, куда пристроить свою жопу, и уже вот это вот чутит-мутит. И я просто говорю, что вот зачем ты вообще лезешь в эти разводы? Вот кому ты по сути вот нужна, что ты можешь предложить кому-то? Ты блин, две сиси и писи, у тебя мозгов просто нету больше ни на что. И не умеешь ненормально что-то думать, планировать, организовывать. Говорю, пойди хотя бы закончи какие-то курсы по финансам, открой тебе какое-то дело. Будешь заниматься, не будешь работать на кого-то, будешь заниматься сама. Я не хочу, мне это неинтересно, это большая ответственность. Связываться с тобой финансовые дела вообще не хочу. Я говорю, блин, в смысле? Бляж, ты вообще интересно? Нет, мне это все неинтересно, не хочу. То есть я ее толкаю до последнего, что... Блядь, интересно ли корабом писать или что? Пойди куда-то, чему-то поучись, стань умнее. Потому что YouTube под санкциями, кто не в курсе сейчас, а YouTube денег вообще ни хрена. И такая же ситуация, там и с Twitch-ом плюс-минус, там стримером все позакрывали. Ситуация сейчас вообще максимально неприятная. Вот эти вот все санкции, которые наложены на Россию, они так ебехают по всем блогерам, вы себе не представляете. Но те блогеры, которые об этом говорят, как бы ок. Но те, которые не говорят, у них тоже не ок, они просто об этом не говорят. И я к тому, что вот это вот все, вот оно так вот происходит все не вовремя. И ты хотя бы посидел его и дождалась конца войны, потом бы начала меня срать на голову. А так свалила, я ей дал, в принципе, достаточно денег, чтобы там протусить года пол и не париться о работе. Вот она себе там тусит, на солнышке загорает, это вот ходит. Я сижу, иной раз переписки ее читаю. Она оставила же ноутбук. Так видно, не видно? Сейчас посмотрим. Ты сиди, не мешай. Маленькая кошка. Толисовая игрушка. Вот ноутбук, Настя оставила. Я на этом ноутбуке смотрел переписки. Потому что там влогинены все аккаунты. И мне было неприятно все это дело читать. Еще на iPad свой ставила, которая тоже не разлогинилась. Но это человек, который с большими мозгами. И все вот эти вот переписки я читал, вот это вот все смотрел, какие-то мужики хуйцы свои скидывают. Мне это с ... Чего, блядь?! Я думал они просто переписываются! Реально, хуи? Пока, Кверти. Охуеть, арабский хуй кто-то скинул ей. Все максимально было неприятно и ... И мне интересно, что она написала, типа, вот это кирка или что? Короче, капец. Типа, я бы поигралась с твоими алмазами. Человек вообще докопался, нафига я это всё рассказываю, не знаю, но... Мотыга, блядь! Приезжай ко мне в Египт, и я покажу тебе свою мотыгу. И когда вот это вот всё произойдёт, чтобы не было вопросов, вот почему вы остались, почему ты не снимал. Я все эти годы не мог вам открыться и объяснить основную причину, почему я перестал снимать. Мы перестали с ней абсолютно... Используй меня как блок грязи. Блядь! Как-то общаться, что ли, по-человечески. Мне неприятно было с ней снимать, мне с ней было максимально херово. Это Алиса на игрушку, сейчас я её прижимаю, что-то мне как-то аж грустинка накатывает, кошмар. Так, ты меня извини, но у меня... Сейчас эмоциональный строй будет. У меня без детей херово, конечно. У меня, ну прям, блин, сейчас аж загрустило прям максимально. Я просто осознаю, что там может быть всеми детьми, как они будут воспитаны, что папа хуёвый. Этого максимально бы не хотелось. Ну, я не знаю, что она из них воспитает. Воспитает то же самое, что она и есть. У неё мама, которая, по сути, всю жизнь нашей её папы просидела и мотала кишки папе. Блядь. Там, скорее всего, будет другая ситуация. Не-не-не-не. Если ребёнок воспитывается в страхе... Кстати, ну, по факту же, он будет в страхе воспитываться и ненависти к родителям. Вероятнее всего, что просто вырастет человек с психологическими проблемами. Это прям 100%. Мама у него такая же была, которая всю жизнь пиздячила. Просто не привыкла сидеть на месте. Настяна мама, она человек, который... Ну, явно содержанка не получится. Привык к тому, что ей все что-то должны. И при этом вести себя как-то вот уважительно к своему же мужу, она считает, что это необязательно. Были разные такие ситуации неприятные. Типа, чтобы получила содержанка, надо, чтобы твои родители прям тебя вообще ебать баловали, и всё тебе делали, и ты вообще ничего не делала сама. Ли сам. Где... Ладно, не хочу лезть в их семью, просто вот Настя себя ведёт так же самое, как и её мама. Вместо того, чтобы как-то вот ценить и поддерживать своего мужа, она ведёт... А с такой мамой ты в любом случае будешь что-то делать сам. При этом ещё будут ругать за это. Ты просто ненавидеть родителей будешь. Это своего мужа по отношению ко мне, это по отношению к вашей дочке. Потому что Настя, она высказывала, вот, это я вообще должна была быть на твоём месте, это я должна была везде летать, это у меня должно было всё быть, а вот осталось это всё тебе. То есть, что, блин, вообще в голове у человека происходит, я не понимаю. Чё? Ну, это отдельная песня. И всё равно понять до конца Настю я не могу. Потому что мы реально с ней все вот эти вот годы срались банально не из-за того, что вот мне надо. Вот мне банально не нравится, когда меня называют Коля. Меня вот поворачивали от этого имени, я не знаю, не нравится. Коля. Николай, более-менее. Но я привык всегда слышать, когда у меня все эти годы. Эй, Коля! Что с тобой не так, мразь? Дай военник. Свой? Блядь, у меня есть, короче, военник. У меня был Кент, который занял у меня денег и такой, ну, давай так, чтобы не ебать мозги, типа я, чтобы, ну, наверняка, я тебе потом отдал деньги, дам тебе свой военник. Он отдал мне свой военник, занял он под 100 тысяч рублей, чтобы вы понимали. Ну, точно, что мы уже не помним, где-то под сотку. Что вы выкупили? Чел просто пропал, мне не отвечает, но при этом у меня валяется его военник. Но я его уже выкинул. И вот, сейчас слухи, блядь, интересные пошли. Ну, чё, чувак, военник нужен? А чё? Ну, ты можешь в военкомат сходить, восстановить. Хорошая идея. Вот, блядь, соточка нахуй. Каково это, а? Меня звали Дилерон. У меня Погонялова было, Дилерон. Очень-очень давно, когда я был студентом, меня называли Дилер. А когда я вышел в онлайн, когда у меня появился свой интернет-магазин, когда я начал торговать, там, винтовки, пистолеты, всякая пневматика, гильза, он ЮА, вроде бы он назывался, либо гильза, ком ЮА, я не помню, очень магазин Гильза был. И я как бы вышел в онлайн, и меня начали там друзья подкалывать, типа, там, Дилерон. И этот ник мне из дилеров Дилерона переделал дед, ну, Денис, которым я снимал. А, типа, Дилерон, Дилерон. Мы с ним работали в интернет-компании, я решил его все это дело тоже подтянуть. Денис, кстати, пропал, потому что он решил заниматься... Блин, это охуевашки-то им появились. Для него это слишком было сложно, это креативная работа, где нужно постоянно отдаваться, стресс, депрессии эти. Он это все дело не вытянул. Е. В каких-то отношениях с Лерой Гексик, я не знаю, вроде бы они не разделись, но вроде бы и не общаются. Дилер, Коля Дилер. Я с ним не общался. Коля Дилер, блядь. Он собирался в Польшу, свалилась. Может быть, он сейчас в Польше. Девочка, это вроде бы его уехала обратно. Я обратно не хочу, но суть в том, что на YouTube он не вернется. Он пошел обратно в программирование, тестирование. То есть он дядька умный, и YouTube ему не зашел. YouTube это для творческих, а у него башка больше как калькулятор работает, и ему вот это вот все дело сложно было. Поэтому не надо спрашивать там, где Денис, мы не посрались, мы перестали общаться, потому что он с головой ушел в работу, а я с головой ушел в депрессники, в воспитание детей, в воспитание Насти. И это все было не сильно интересно, но как бы то ни было, что уже есть, то уже есть. И как-то пытаться все это восстановить, склеить, я думаю, что не получится. Я не знаю, что я забыл еще сказать. Мне столько всего хотелось рассказать, но столько всего пытаюсь фильтровать на вас, не вываливать. Это кошмар. С той же машины, как только она появилась у Насти, вот в голове вот она прилетела. У нее первое время вот полеты, 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 полеты. То есть с ней говорить просто нечем. Все эти годы с ней говорить было нечем, но сейчас вообще её поклинило. Это только лететь-лететь, она вот головой там возвращается, но она пошла там, она ещё не вернулась, с ней поговорить нечем. У неё все разговоры о том, как там хорошо, как здесь плохо, как здесь вот, я её доканываю. Она пошла там, я думаю, ну ладно, возьму тебе, куплю машину, может быть, у тебя в голове что-то вот поясница, и ты как-то привязать её к тому месту, чтобы она перестала летать. Как машина здесь, и ты же... — Привязать? Как ты себе представляешь? — Вот эти вот машины-машины-машины-машины. Она будет, она максимально хреново, я с ней воно съездил. — А, через машину? Ну блин, ну ваша квартира есть. По сути, почему-то она должна летать туда. У неё там арабы. Я придумал, чувак, перевези ей араба! — Страшно. И когда она начала мне ещё говорить, вот хочу автокресло, чтобы кататься с детьми, я говорю, блин, ты серьёзно, какое автокресло? Еле отговорил от этого дела. Это Мерсик маленький Smart Fortu, то есть машина чисто для двоих. Она там собралась сажать с собой детей, я говорю, куда, как? В багажник, что ли? Ну тупо. Либо по одному катать, ну у тебя нет стажа рождения, ты говоришь, что вообще ведёшь себя хорошо, даю тебе ключи, катаешься. Она сегодня хорошо вела, но всё равно каталась. И хотя бы год покатайся, потом уже будем говорить с тобой о том, чтобы ты ездила с детьми. Но оно ж не мёдся, оно ж непослушное, оно ж всё назло нужно сделать. На улице выпал снег, гололёд, говорю, седи дома. Нет, а я поеду. И вот последний год эти вотёрки, которые происходят постоянно на вообще непонятном мне уровне, просто говорю, что вот не самоуничтожься, там не делай какую-то хрень, просто подумай. Там нет, подумай, не работай. Подумай. В гололёд, на машине, мне куда-то надо поехать, за какой-то вот чушью. Просто бы сорваться, только бы не сидеть дома, только бы куда-то выйти. Говорю, сядь, сядь. Бля, не знаю, я, наоборот, бы сидел дома за милую душу. Мне нужно как-то разделение обязанностей по бытовухе, чтобы не только я всё это тянул. Нет, я хочу гулять. То есть вот с детьми вот сорвалась с утра, где-то весь день пролазила, вечером пришла. Я вечером позанимаюсь, вечером не позанималась, конечно. Гера, почему такой умный? Кто не заметил, пацан более-менее знает английский. Что-то там благодаря настенным полётам турецкий он схватил немного, и этот арабский, или какой-то там в Египте язык. Пацан умный, потому что я с ним всё его детство сидел, и мы с ним очень много читали вместе, очень много я с ним писал. Я с самого маленького возраста приучил его к разному игровому шансову. Что с тобой не так, мразь? Привет, выложи вот этого стрима, пожалуйста. Вот этого стрима, пожалуйста. Вот, главное мне, короче, не спиздануть какие-нибудь банворды, чтобы потом его не удалить нахуй. А то бывает такая история очень интересная. Просто сидишь, думаешь, ну всё хорошо, всё можно выкладывать, всё замечательно, а потом бац, и надо удалять его побыстрее. Разработать моторику пальчиков, чтобы у него реакция была очень хорошо развита. А здесь вообще что, будет ещё больше новенького. Потому что пока что вроде ничего сверхинтересного за 50 минут вообще нет. Если честно. Ну вот, 50 минут, и пошло повторение одного и того же. Поняли, о чём я говорю, да? У тебя микро-перпередилось удалей нахуй. Марио Броуз, которая SNES-овская версия, не, NES-овская, ну, Дэнди наша. После этого он начал уже более... Вот здесь мне уже неинтересно. Вот сейчас ему было 4 года, он спокойно играл в игры Раймана. Пёрдно. Мы с ним там самолётики, мы с ним играли. Последнее время мы с ним ещё играли в развивашки от Nintendo. Там, где нужно читать разные слова, угадывать что на картинках. То есть ребёнок 4 года уже бегло умеет читать. Даже на английском языке некоторые слова... Так мы и смотрим полтора. Читать он уже хорошо умеет. Сложение, вычитание, вот так себе ему это не даётся. На пальчиках там какие-то хридовинки, да. Но вот на циферках что-то вот сложить, вычесть он ещё не умеет. Блин, сколько лет ребёнку? Ему сейчас 5-го либо. Да, я молодец. Всё, что касается дней рождения цифры, это вообще не ко мне. Домой мы сейчас уже... Подожди, Кентику 5 лет он уже умеет пиздеть и на арабском, и на русском, украинском, английском. И при этом ещё за херок книг читает? Кто это будет? Ещё. Да. Ебать, гений какой-то. Мне тяжело задумываться о возрасте, потому что я иной раз забываю, сколько мне лет, сколько лет моей маме, когда дни рождения у людей. И для меня вот просто вот есть человек, и ок, а вот эти вот цифры, оно мне что-то не даётся. Я, кстати, тоже херово запоминаю дни рождения. Ему сейчас 4, а Алисе 3. На моё удивление, между прочим, я помню хорошо дни рождения Нелли. Хотя, ну даже у мамы, чтобы вы понимали, я помню вот лишь 3 числа, где вот в одном из них у неё дыре. Даже у мамы. Беда. Я хороший отец, у меня заголовок проблемы в плане восприятия времени адекватно. Да, вот сейчас аж при задумался. Но не суть. Я к тому, что я с ним занимался, и он очень такой умненький. Но если вот это вот всё дело не заниматься, оно же всё откатывается. Я так же самым начал с Алисой заниматься, а потом Настя сказал, что давай дальше будешь... Кстати, я даже знаю, почему я такая хуйня с мамой. Потому что у меня был отчим, мать и тётя, и что вы понимали, у них всех дыре с разницей в один день. И у кого-то, по-моему, через день, что вы понимали. И это пиздец полный. То есть я постоянно путаюсь у кого когда дыре, там просто подряд. И всегда, когда вы праздновали день рождения, это всегда постоянно стол накрытый. Иногда вы вместе празднуете, иногда сначала один, потом другой. То есть просто путаешься. Потому что мне больше не интересно одно и то же проходить по второму разу. К тому же, когда ребёнок сидит, видишь, что я занимаюсь с Герой. И у Геры уровень очень выше, чем у неё. Ребёнок не понимает, что у них разница. 10 арабов отчима. Я говорю, что нельзя, чтобы они видели уровень друг друга. С ними нужно заниматься по отдельности. А мать зовут мини-котик. У меня за всё время было два отчима. Один настоящий батя, который от меня отказался. Но от меня, то есть у меня в свидетельстве рождения нет отца. Ну, вы знаете эту историю. Моя мама так видела моего батю и просто сказала. Слушай, ты что-то нихуя не делаешь. Давай так. Ты отказываешься от ребёнка, чтобы он тебе потом если что-нибудь помогал. Вычёркиваешь, просто съёбываешь из жизни. Вычёркиваем его из свидетельства рождения, у тебя его не будет. У меня отца нет. Всё, у меня нет отца, понимаете? По факту, просто у него нет документов. У меня не съебался. Он согласился на условие, что он отказывается от меня и съёбывает. То есть человек такой, ну нахуй. Типа он, не дай бог блогерам вырастет, нахуй откажусь заранее. Вообще не прогадал, молодец мужик. Красава. Я же помню, я бы сидел набуханный. И у меня нечего было делать, я нашёл своего отца. Позвонил ему. Говорю, здорово. Он такой, здорово. Чё, мы встретимся? Говорю, а, да сорян, я в Москве. Ну, если что, позвонимся давай, типа, давай потом. Так и не позвонил. Не, я вот на самом деле увиделся бы с ним. Мне просто вот интересно слышать, что у него в голове было. Но вот просто к тебе приходит и говорит, ну, океонов и кашлял. Нихуя не делал, допустим. Мама... Чтобы понять, моя мама, она прям пизда карьеристка. И в плане логистики супер охуенная, моя мать. Очень. Правда, она супер в плане логистики. Она и на должностях из-за этого хорошо, очень поднималась быстро всегда. Она очень умная, прям безумно. Она ещё в университетах иногда преподает какие-то лекции, читает. Она говорит, у меня мать супер умная. Хех. Я сам в ахуе, блять. Какого хера я такой тупой, когда она такая умная? Серьёзно. И... Видимо, в какой-то момент она увидела, что в нём вообще никакого потенциала нет. Он говорит, ну, типа, просто отказывайся с моего ребёнка и иди нахуй. Всё. Съёбывай. Ушёл. Потом, получается, появился один отчим. Как раз который, помните, наблевал на кухне, а я ел бутерброды. Вот это тот самый, который в костюме Деда Мороза, блять, наблевал и убирал. Вот это был. Потом, получается, второй. Который, кстати, был вполне нормальный, но потом шло время, шло время. Моя мама начинала всё расти по карьерной лестнице. Всё лучше, всё лучше. И в какой-то момент, я так понимаю, у него немножко жопа начала пригорать. Потому что моя мама, короче, была намного успешнее, чем батя. И абсолютно всё обеспечивала. И у неё жопа из-за этого сгорала. Ну, прям по нему это супер видно. И он такой алкоголь выпил, короче, начал пить немножко. Прям... И у него голова начала лететь. Вот начали вот эти избиения. В общем, полетел кукуха нахуй. Сначала, конечно, говорила моя мать, думала... Ну, это, наверное, Макс такой долбоёб. Типа, они очень хуёвые. Просто, наверное, хернёй страдаю. Потом я, получается, уехал. Ну, от них нахуй 18 лет. У меня всё хорошо. А он переключился на них. И они такие, а, оказывается, Макс не был долбоёбом. Кто бы мог подумать. Оказывается, он ебла. Но они расстались. Развелись. И теперь даже родной сын, который, получается, Влад, мой братик, по маминой крови, он даже с ним не хочет видеться, чтобы вы понимали. Ну, то есть, явно что-то не то с человеком, если родной сын не хочет с ним видеться, при этом который изначально рос в семье. Ну, то есть, пока я не уехал, они же все вместе жили. Вы понимаете, да, прикол? Вот так вот. Не, ну, мать у меня супер охуенная. Прям очень, очень успешная и умная женщина. Ребёнку обидно и неприятно, что он не может так. Я говорю, что садись с ней, занимайся. И как-то хвали её, то есть подбадривай, чтобы ребёнок тоже занимался. Она же у меня это ещё, мисс Иванова. Что вы понимали, блядь. Я вообще в ахуй, на самом деле. Как-то херить. И я вижу, что мы с ней с Солисой сели, начали буквы какие-то читать, пытался что-то по слогам. А ребёнок забывал буквы. Так там одна фотография, блядь. Я нашёл, я искал фотографии мисс Иванова. Я нашёл лишь только одну фотографию, и то в ебенях. Это же было супер давно, это было в 2006 или 2007 году. Или в 2005, что-то такое. Вы хуй там найдёте, чё? Это же было ещё в Иваново, там фотографий нет нормальных. У нас в Иваново фотоаппарата в то время не было. Вы знаете, что я... Блядь, я же один раз... Короче, знаете вот эти есть выступления в цирках, где есть лотерея? И в общем, рассказываю вам дикий лайфхак, если вы вдруг неожиданно пойдёте в цирк. Вот на выступление там, где можно положить билетик, чтобы в лотереях потом её подняли. Так вот, там призы где раздают. Не знаю, есть ли сейчас такие приколы. Вот моё время было. Короче, я проебался и опоздал на это выступление. И там был вот мешочек, куда надо было положить билетики для того, чтобы выступающие достали лотерейку и сказали, кто победил. Я опоздал и положил один из последних. И они просто, блядь, начинают доставать. И я самый первый лежу там, мне такие говорят, там плеер получает Максим Жабанов. Я такой сижу, там есть какой-то школы. Я такой думаю, блядь, Максим, из этой школы, ну фамилия почему-то Жабанов. Почему там, я Жабанов, почему Жабанов, чё за хуйня? Чё за поебень? И я, короче, около 10 минут просто стоял у сцены, пока они страдали хуйнёй и танцевали как долбоёбы. А я такой думаю, блядь, ну я не могу быть Жабанов. И я на секунду думаю, вдруг меня просто почерк не узнали. Я выхожу, после 10 минут, я прям реально вандражировал около сцены. Вылезаю, смотрю, а там реально, ну я написал, я говорю типа, я не Жабанов, я Жабанов. Они такие, а, прости. Я до сих пор вспоминаю эту хуйню, думаю, блядь, какой нахуй Жабанов? Чё за хуйня? Жаба. Он алфавит почти весь уже, помнил? Я с ним смотрю что-то читаю, ребёнок буквы забыл, смотрит на твоими глазами и плачущими. Папа, я не помню, папа, я забыл. Ой, блин. Я опять накатываю. Блин, всё же касается детей, оно меня клинит. Ну, короче. Я к тому, что Настя, если из Гера не будет заниматься, у него это всё равно всё откатится и хрен знает как это будет. Я ей хотя бы всё это время говорю, что ну окей, даже если развод, надо стараться как-то оставаться друзьями, чтобы хотя бы я мог контактировать с детьми. Блязь, пиздел, это не цирк, это театральная постановка. Поняли? Это, короче, вот эта хуйня, где стинт, детские фото. Вот, смотрите. Вот эта херня, где вот такие герои находятся. Поняли? Вот. Вот там такие герои, там Шрек, Бэтмен, бла-бла-бла. Вот, и там можно положить лотерейный билет. Поняли? Поняли чём? Опять пиржу, блядь, ёбаный. Не пиржу. Вы купили? Что за пиздюк, это я. Я желание обучаться в Украину, я же их не вижу всё это время. Я с ними толпанно общаться не могу. Я созваниваюсь, у меня очень вот это вот состояние такое. Хуй знает. Я себя просто не контролирую. Мне вот не то чтобы плакать хочется. Прям реально хуй знает. Меня вот так накрывает кошмар. Я с детьми не могу говорить, потому что... Псец. Как бы всё похер, но вот это вот не похер вообще никак. И за последний год Настя стала вообще другим человеком. До этого с ней было херово и тяжело, но вот за последний год она сильно изменилась. Она начала летать, она начала общаться с людьми, она начала вот это вот слушать то, что я в уши суд. То, что вот как это так, твой муж тобой командует, говорит тебе, что делать, что одевать. Если Настю не контролировать, одевается, вроде как бомж вообще. Так ты понимаешь, почему так говорят? Потому что скорее всего она говорит другую позицию. Ну так обычно и работает. Я же помню, как-то у меня была ситуация, я встретился с какой-то девчонкой. Что-то гуляю, он мне рассказывает о том, какой у нее парень хуёвый. Я такой сижу. Ну а я просто это говно знаю, как это звучит. Я такой сижу, думаю, ну ладно, хуёво, а что ты не расстанешься тогда, если он хуёвый. Она говорит, да, бля, не знаю, нет, реально парни. А стою такой, ммм, поняла, что ты ведёшь. Она мне вообще не нравится, то есть, блядь, вообще нахуй. Ну то есть, абсолютно. Да, я рассказывал эту историю, вы вспомните. Так что я вот, не знаю, меня прям бесит такая хуня, когда начинают на парне рассказывать то, что он такой хуёвый, причём с очевидным подкатом к тебе. Ну вы же понимаете, когда девушка рассказывает такую хуйню другому парню, это всегда зачастую для того, чтобы подняться в его глазах самооценкой. И чтобы кто-то её пожалел. Ну это самый типичный метод манипулирования. Самый стандартный у девушек. Я когда такую хуйню воспринимаю, я всегда воспринимал. Сейчас такой хуйни вообще не происходит просто потому, что я даже поводу не даю, ну типа чтобы такое сделали. Я такой, я сразу, бляди нахуй. Ну это сразу говорит просто о человеке как о ёбке. Кстати, блядь, ещё знаете, что мы помним, мы делали с Томасом. Короче, когда подкатывает какая-то девчонка, когда помладше были, мы сразу искали, есть ли у неё парень там ВКонтакте записан или что-то ещё. Мы просто парню её скидали все данные нахуй, что она писала и тому подобное. Видите, что она ни хер по ничто одета, значит она сама одевалась и не я её одевал. Кто её покупает, все вещи, я с это собираю. Ну это просто, знаете, мужская солидарность. Я выбираю комплекты вещей. У нас с ней был телеграм-канал, вайвер-канал, где были одобранные луки. Ну одобренные. Правда, часто это нихуя не играло роли, потому что они всё равно оставались в отношениях. И такие, ну... Любовь. Считается, так можно одеваться. Вот так вот я жил с человеком. И я говорю, что вот это всё считается, что нет, нужно переодеться. А её вот это всё начало сильно душить, скорее всего. Вот я ей говорю, что делать. Ну начал одеваться так, как она хочет. Ну и выглядит, блядь, 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 что я могу сделать? У меня же был один раз истории. Короче, я в лагере сидел, на кровати валялся. Что-то смотрел Наруто. Поняли? Что-то смотрел Наруто, ко мне какая-то девчонка легла. Легла, смотрел Наруто, на телефончике. Легла, смотрел со мной. Потом, через минут 15, что-то ко мне, чувак, говорят, пойдём выйдем. Я такой, типа, что за хуйня? Иду, короче, в лагере на спортивную зону. Там, где уже мало людей. Подхожу, он говорит, стоит, говорит, ну что, сейчас ебало тебе будем пить. Смотрел на него, а я этого кента знаю. То есть, что понимал, он с этой тянкой, которая легла ко мне. Я ему пояснял, что нужно говорить, что делать, чтобы всё у него получилось. То есть, я при этом не сам какой-то ебаный Казанова нахуй что-то нахуй. Я просто подсказал, ну там просто вообще пизда деревня. Вот хер знает, вообще ничего не понимает. Я стою, смотрю на него и говорю, типа, что за хуйня? Он говорит, ты лежал с моей девушкой. Я, во-первых, сижу, стою. Типа, я не лежал, мне чувак, я смотрю на Наруто, мне похуй. И, короче, я вывел всё на то, что, чувак, тебя что-то волнует, да, у вас что-то хуёво. И он такой, вообще, да. Я такой, бля, мужик, я тебе помогу. И он такой, давай, рассказывай. Бля, это такой смех ебаный. Ну, кстати, самое интересное, что его просто через три дня выкинули нахуй из лагеря, потому что он с кем-то другим подрался. Помог? Ну да, только у них всё нормально было. У них всё нормально, но он все равно через три дня, ну его выкинули из лагеря, потому что с кем-то другим подрался. Ну, там глю, там прям вообще пиздец была деревня. Ну я с ним, ну, нормально, закрифанился. Он просто меня пытался, ну чтобы я по фактам пояснил свою позицию, но я пояснил ему. Он такой, ну, вроде нормальный пацан, все. Я же, ну, я же, блядь, реально ничего делаю, у меня настолько было похуй, я смотрел Наруто. Я опять потерял суть повествования, я сказал ему, типа, сорян, я вообще нахуй забил хуй. Типа, мне было посрать, я Наруто смотрел, мне было пиздато. В абстракции был, типа, какой-то своей. Я уже толком не помню, о чем я говорил 4 секунды назад, сорян, я пытаюсь сейчас прийти чувства. Но там все равно вся суть о том, что Насте надо стать самостоятельной, чтобы жить эту жизнь самостоятельно, а она ни хрена не самостоятельная, и при этом считает, что вот я ее сильно душу тем, что не даю ей делать то, что ей хочется. Меня очень сильно душат, когда вопросики отправляют. Я считаю, это самый лучший метод для того, чтобы задушить стримера. Я реконсерамован со всеми, я их всех душил, я им не давал делать то, что им хочется. Когда люди получали свободу и начинали делать то, что они хотят, чем это все заканчивалось, тем, что они понимали, что, ну да, все-таки не надо было делать то, что хотелось, потому что не зря это запрещали. И если вдуматься, что вот я запрещаю ездить Насте в гололёд, потому что машина маленькая, с маленькими колёсиками, у тебя нет опыта вождения, то, может быть, стоит прислушаться к этому, может быть, ты можешь разбиться. Душно, хвань! Да нет, какую-то чушь, он говорит, что я его слушаю? Бред, по поводу Ютуба, сколько я с Настей срался, вот всё это время, когда я вот перестал снимать, и я ей говорил, пожалуйста, прекрати тоже, потому что ты мне делаешь больно тем, что я это... Блять, вы знаете, вы что, меня душите? Вы что, получается, удавы? Я не занимаюсь, а ты сливаешься максимально, теряешь аудиторию, позоришь себя в их глазах, своим поведением, своим качеством роликов, мы с ней срались. Я с ней какое-то время очень сильно много всё это обсуждал, там, до жопы. Я за неё уже делал картинки, те ролики, которые... Душнила вообще-то, вы что, хотите быть и дауме или душнила? Выбирайте сами, мне похуй. Я с ней срался где-то года полтора, пока она не начала, что мы не нормально делали. Не, удавы пиздатый, кстати, на самом деле. Там в роликах у неё то звук корярый. Ну, тебе, ну, прикольно. Сука, я вспомнил кое-что про душку. Я вам рассказывал, короче, как мне было, ну, я стоял на воротах в футболе, мне было очень, ну, короче, до меня мяч не доходил, и я решил собачий кайф захуярить, пока я стоял на воротах в футболе, во дворе. Бля, ебать вспомнил, ассоциации, конечно. Что-то скучи, то смонтировано у бога, и всё, вот это вот, срёмся, срёмся. Для меня, по сути, бро... Чё, еблан, я стою просто, до меня мяч не доходит, я на воротах стою, мне нехуй нехуй делать, я такой стою, думаю, уже лежу, блядь, как в этот ахит из галактик футбол, помните, такой персонаж был? Лежу такой, думаю, блядь, ну, заебашу собачий кайф на воротах, чё? И нормально. Так мы в детстве часто это делали, то есть, ну, я в лагере это делал сам себе, ну, то есть, сейчас, конечно, я не рискнул, но тогда мы прям это очень часто ухуярили. Осуждаю, так не надо делать, если что, скажу вам, но вообще, мы часто этой хуни занимались. Я не знаю, виртуальное самоубийство, потому что я оторвал от себя... Выжил? Нет, я умер. Вот кусок телерона, и просто вот кудиловый, перестал всем этим заниматься. Последний игровой ролик, который я снимал, это, по-моему, был в декабре 18-го года. Потому что после этого ролики выходили, это были ролики из резерва, и сейчас там еще в резерве, чё-то там 25 роликов, типа того. Я пытался начинать что-то выпускать, потому что вот там Настя делала стримы, я думаю, ну, выпущу хотя бы пару роликов, чтобы забустить, чтобы вот Насте как-то тоже аудиторию поднять. Да, это сработало на какое-то время, доподняла ей актив, но она всё равно всё просрала. Все вот эти вот её стримы, на которых вот это вот дай денег, я говорю, ну, нельзя так стримить, как я обычно стримил. Я просто стримлю, потому что мне хочется пообщаться с аудиторией, мне плевать на эти донаты. Там бывали случаи, когда я рассчитывал на какие-то донаты, когда я стримил какой-то свой летсплей, сидел, что-то там 35 тысяч зрителей, и типа того, и донатов вообще не было. Все сели, ушки развесили, никто не донатит, мне как бы немного обидно, потому что как бы я думал, что ну вот, буду донатить, как бы столько зрителей. Блядь! Вот тоже такая же хуйня, бро. Я запускаю стрим и думаю, ща мне будет донатить. Вот я сейчас сижу на стриме, 1400 зрителей, а донатов нет. И я вот такой думаю, и нахуя я подрубил стрим, если донатов нет, вообще непонятно, согласны, пацаны? Вот нахуя стримить, когда донатов нет, вот вообще нет, вообще нет смысла. Хоть бы на телегу тогда подписались. И как бы донатов, ну, да хрена. А тут как бы я стараюсь... Не-не, на телегу не надо подписываться, лучше задонать ей деньги. Ладно, вы сделали что-то топовое, донатов не было, мне это не понравилось. Мне нужны бабки, больше денег хочу. Мне нужен формат смотреть, а не стримить, и это разная аудитория, которая приходит на стримы, и аудитория, которая приходит смотреть какие-то игровые... Хочу быть богатым. Нет, просто себе понял, как бы... Я гручу, Дилерон, задонать мне, пожалуйста, деньги, фейковые донаты, чтобы я не грустил. Я такого больше не делал, но Настя не тот человек, который на чем-то учится. Она свою аудиторию стримов, когда у нее было примерно 3600, наверное, на стримах... И спущусь на Игер Мейстер. Тридцать, шестьдесят... Я говорю, ну зачем ты вообще... Только части. Тебе приходят и говорят, что ой, ты скатилась, бла-бла-бла. Она мне такая, ну вот, возьми, выпусти что-то, посмотрим, как будут тебя смотреть. Я говорю, я не хочу выпускать ничего, зачем? Я не буду сейчас сейчас снимать. Вот, ты только можешь, это вот меня, бла-бла-бла, выпусти. Я выпустил ролики, там больше, чем по полмиллиона просмотров за пару дней набралось. Конечно же, жопа с этого тоже сгорела. Прошлый мой ролик, я, наверное, выпущу его тоже на канале Дилерон Лайф, это бывший одинок. Что с тобой не так, мразь? О, не зря подрубил стрим. Не зря подрубил стрим. Вот видите, друзья, вот, вот, вот. И сразу мотивация стримить появилась. Сразу хочется охуярить, понимаете? Вот сразу есть желание стримить дальше, ребята. Ееее, ееее, двосадочка, ебать. Спасибо большое, дружище. Охуеть, Максим чекни ТГ, что, 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 что ты написал? Макс чекни ТГ, я скинул тебе инфу, которая изменит твою жизнь до и после. Ура, 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 ура. Деньги, блять. Деньги. О, Лида чё-то написал. Чё-то Лида написал мне, подожди. Чё-то, чё-то Белоруси чё-то написал. Так, блять, бро, я не успеваю нихуя. Братан, я стримлю, вообще не могу купить. Может, всё-таки ты купишь? Я тебе потом скину за себя и за Нелю. ебать у нас проблема так чё ты мне скинул это весь чат скинулся чат спасибо вам большое мне вот написал qwerty и тут ты домой крота принес что с тобой не так мразь лучше спасибо это дилерон сюда найти то ли чат я не понимаю что с тобой не дилерон ты лучше спасибо дилерон да дилерон спасибо спасибо дилерон да дилерон может своими никнеймами хуярить я знаю что не егор книстый дилерон о чем этот ролик я до сих пор сам не понимаю я просто вам рассказываю о своей жизни свои переживания какую-то картинку ли этого ролика я делать не собирается что с тобой не дали рон спасибо за донат дилерон спасибо за донат я не грусти спасибо спасибо дилерон может поднара своими никнеймами я уже понял что это ты из какого-то старого ролика картинка вытащу я даже не хочу свой ком включать я три года не включал свой игровой ком компьютер за пять тысяч баксов который просто появится что-то 16 ядерный процессор или нет по 7 ядерный процессор разограны 5000 долларов и поточный оперативки 64 гига бедяха какая-то дурная типа титана была короче говоря просто стоит я его включать даже не хочу титан не знаю что с тобой не так мразь добрый день максим я президент российской федерации мы на вас уже выслали наряд за измен родине можете не прятаться позор вам владимир это не я вов и это не я это не я вов это не я честно вова пойми прости и отпусти только домой что с тобой не так мразь появилась мотивация да спасибо большое оксана и снасти разведемся меня это все дело пустит санкции закончится будет какой-то контент что-то будем делать если нет то я не знаю что с тобой не так мразь вилзе тебе не перестаньте донатить короче я передумал меня заебались и донаты их слишком много я не могу ролики смотреть хватит донатить все все хватит мне два деньги перестаньте что с тобой не так хватит блять я твой единственный зритель дилерон хватит пожалуйста хватит на деньги умоляю тебя хватит я пошутил не надо давать деньги пожалуйста спасибо я хочу ролик моя мама ваня сметанникова привет ваня сметанников привет что с тобой не так ваня привет спасибо global банан все ребята ролика сырой донатить ребят все хватит дать по сравнению хватит донатить блин наху сказал про донаты теперь я могу смотреть нормальный ролик спасибо большое спасибо большое хватит хватит друзья хватит хватит пожалуйста хватит оставьте деньги не надо не тратить на меня хватит я сейчас все рассказал и не устало даже как-то так мразь ладно больше не шифруюсь дилерона я понял что это ты спасибо большое бро давай поставим твой ролик до конца дилерон окей полегче все много чего не рассказал потому что много всяких таких вот моментов которые вот но что с тобой не так мразь будет ли еще прохождение портала стрелесом саги да отвечал думаю так она да буду мы сделаем думы сделаем думаю сделаем было бы срать человека но зачем мы же срались из-за чего-то все вот эти вот воды ну а вот вываливать на вас все это по поводу этого предательства то что за спиной начало с кем-то общаться и меня пытаться тоже чем-то упрекать и нет максимально неприятно у меня с ней вообще отношения начались с того что когда вот мы с ней начали встречаться она втихаря еще с бывшим потрахиваться умудрялась и я это все подожди что то есть ты начинаешь отношения с человеком ты его и узнаешь и она параллельно трахается что с тобой не так мразь пошел нахуй вот я также думаю стоунут и по бывшему надо сказать то же самое что происходило все вот эти вот годы я не знаю сколько я увидел за спасибо большое спасибо а бля подожди а может быть у него реально есть вот это найти синдром ну кук кук ну вы поняли да блять если бы я узнал то что моя девушка встречается с бывшим прямо бывает в момент я бы охуел принять деньги какие деньги ничего нет ладно верну потом около постельных проблем что с тобой не так мразь да же за было 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 но я пернул просто но не обосрался было переходила во что-то больше мне тяжело прям передано и рассказываю что вот я с ними просто сейчас пытаюсь общаться что с тобой не так мразь если она не пути кто считается то что к июне базовым ну да мини за фил по факту откуда у человека идет каждый судит столько по себе если ты такой то ты считаешь что все такие я потому что с тобой не так мразь меня будет волосатая грудь золотой цепью грань такой думаешь ты джиган да типа в ебать я могу и верю то что кстати во что будет если жиган не будет брить грудь и могут стать лучше люди и хорошие Ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура У-ура-ура-ура-ура Чуваки А давайте поссорим ролик, а мы будем до меня деньги одаривать, а? Я уже рушу Пожалуйста П Kü-сepa Что с тобой не так мразь? Самара-городок? Там будет сейчас голосовой? Там будет голосовой, что-то будет голосовой Давай, там голосовой есть, я знаю Я знаю это, афига. У меня скинли, комиссию не берут, можешь, пожалуйста, скинуть на Сбер 4276? Сколько? Да, хуня просто скину. Скину, скину. Успокаивайся. успокойся дилерун ебать ты чё ты чё миллиардер не так мразь сидит репети блять рубли лучше что сразу наныл где-то по нескольку раз год у нас были серьезные ссоры что с тобой не так мразь я родился заебись прости то бляду ребят лет на меня трати деньги пожалуйста пожалуйста не тратите на меня деньги я вас умоляю блять ну хватит давайте прям ролик пожалуйста хватит тратить мне деньги умоляю умоляю не надо не надо не хватит на полет в египет ладно вот это охуенно и что с тобой не так привет придусь и я изменюсь все будет лучше все будет хорошо реально дилерун хватит мини-котик не сможет отправить египет это не я это не я доначу себе я клянусь это не я доначу это не я рано или поздно это просто вопрос времени и говоря это я все же верил в то что человек изменится человек как он думал раз мы все равно разведемся значит надо себе кого-то поискать и когда мне еще сказала но мне нравится мужчины типа там как это сказал внешностью типа арабиков там или котиков то есть не осуждаю осуждаю уменьшительно ласкательные если это кого-то оскорбляет мне нравится арабика блять охуеть а это нормально 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 импортные мордочки блять у меня опять чем я 5 перед блять больше нравится арабской национальности шелчок в голове не понимаю когда она еще улетала я там ее родня пыталась доконать вопросами типа ты точно ее отпускаешь до этого когда настя улетала ее мама пришла и говорю что я против того чтобы на сейчас улетала и дикит это крана не оставлял когда мне нужно б вылазчут прокалываться это я сам себе много антибиотики прокалываться а у нас это было и вот это вот я говорю что я против того чтобы насти улетала я потом с ее мама общался зачем же ты я держу и микрофон поменял так чтобы не придеть 20 раз уже сказал я против того чтобы она улетала я при вас говорил что мы разведемся если она улетит но не надо было ее отпускать и же ее отпустила брюшки не нужно было и у не оппозиции на самом деле некоторых людей акума ты очень крутая привет пожалуйста да и что-то не то сделал да что с тобой не так люблю когда волосатые мужики обмазывается маслом я тоже и когда они арабы да при этом еще мини-котик вот знаете эту ебаную позицию есть короче у людей в защиту когда изменяет хорошо скинь пожалуйста в киви так вот они такие не ну бля если бы ты ее любил то она бы себя чувствовала комфортно рядом с тобой ты значит не и не удовлетворял значит и какой-то уёбок любил удержал бы вот поэтому ты говно а не она уёбок но при этом если ты будешь и удерживать потому что удерживаешь силы и типа говорят любишь отпусти это не я это я иди привет и связывать вас ногами из квартиры выгонять чтобы насти никуда не улетела я был против в этот раз тоже самое вот меня хотели услышать что я настю отпускаю на двенадцатом этаже были это было раннее утро я пришел попрощался с насти с детьми меня настя отправила пешком по лестнице потому что услышала что они поднимаются на лифте именно этого не сказала пока я спускался по лестнице они спустились на лифте на 6 этаж там ломились квартиру чтобы я вышел типа из насти попрощался я пока дошел до 6 этажа я еще слышал вот это вот весь концерт по дверью я такой постоял так посмотрел это все меня не видели они себя ушли я на телефон как сейчас бы кофейку арабика ребят а что вы любите много подснял так она уезжает себе на память арабика сама суть того что там она еще пыталась меня выставить что я там прячусь от ее родителей попрощался пешком по лестнице потому что знала что если бля там же кита зовут амарик ебать опускаешь и могу сорваться это может быть дракой закончится и мы этого не сказал то есть наебал родители плане того что вот я там закрылся и не выхожу на самом деле я же пешком шел ситуация максимально неприятно потому что вот ее родня была в курсе о том что у насти кто-то есть и что насти вот что с тобой не так мразь я а ты как я нормально когда она в египте было и вообще пошел с мужик с которым он сидел в кпшке я говорю насти это вообще кто тебя отражается что она рассказывала что это подружка что не так то привет привет пожалуйста привет насть привет насть пожалуйста насть что она жила в доме у какого-то мужика и у него что с тобой не так мразь да ребят я реально не сам себе доначу ну это факт я себе не доначу деньги это смысл мне себе донатить с разных имен вы почти понимаете одновременно разговариваю одновременно сделаю фейк донат и я что долбоем что ли я и это все дилерон донатить с разных аккаунтов где ты мужики бабушка я понимал что ты меня не обманываешь я этих вот таки не увидел она просто жила это время у какого-то мужика в доме и он отразился в очках я это увеличиваю говорю кто это вообще ой удали пожалуйста из инстаграма то мама увидит в смысле мама я это вижу кто это ой да мы просто вот мы общались нет температуры меня там на машине отвезли этот мужики и после этого вообще давал свою машину это машину водила это после этого дурак я машину купил здесь вот такой вот я умный так я воспитание умею взрослых девочек тупой конечно до последнего что с тобой не так мразь когда драчу и в общем вот это вот все я конечно выложу ссылки на телеграм-каналы где все настины переписки с этими мужиками где вот эти вот фотки где мужик в очках отражается телеграм-канал в котором я складывал я не все буду выкладывать я это все накапливал на случай развода если мне начнут выкручивать яйца там по какому-то поводу что-то где-то чудить да блять не будет никаких проблем с разводом ну то есть как что может произойти во время развода на имущество какое-то будет забирать который типа а кстати в украине же такой же именно семейный кодекс при разводе то есть там также делится 50 на 50 имущество не круто просто забирает буман только на их заберет и слышала как она с ними обращается на хуй знает на самом деле это можно еще все отсудить при желании но обычно всегда вот в россии эти посуды всегда в пользу женщин всегда не знаю как в украине с головой человека не все хорошо и чтобы он понимал что если меня пытаться там выставить в каком-то давном свете то есть компромата достаточно много на настина вот эти вот все его ебоны за ебоны потому что она вся такая хорошенькая пушистенькая мне моей маме вот это вот рассказывает мама там моя верит и она еще маме блять какая же интересная женщина я нет я правда не выкупаю если мини-котик такая мразь что она поебывалась бывшим во время начала отношений с дилероном почему дилерон вообще в тот момент не сказал ты че ебну что 2бб что не дрочишь не дрочишь предатель планы поясни за кривой хуй меня не кривой хуй мне он нормальный у меня хуй вообще не кривит у меня он прям ну что с тобой не так мразь ребят это не я на стриме вызывайте полицию меня держит подвале а на стриме рекламный стент полицию быстрее помогите все поздно ты будешь в подвале что с тобой не так мразь реально не криво я хочу кушать хорошо акум после стрима скидываю скриншоты переписки и его там с этими типочками его мама там говорить о господи этого кончены ну смысле что вот насти моей маме говорит глаза одно что вот там я притащил домой какую-то девку блаба ничего что пришел а тут пусть говорят стен ты то ли поднялся в моих глазах то ли опустился ниже плинтуса а вообще мне заходит клево можно сделать выводы не слушая обе стороны может быть она тоже какой-нибудь треш клала про него бы рассказала естественно она рассказала но подожди мы смотрим сейчас выдумайся мы смотрим видос на стриме я что должен просто смотреть весь ролик все полтора часа на стриме и сказать в конце ну а теперь ждем ролик мини котика то есть ты такого ожидаешь от меня сейчас или что во время стрима ты говоришь свою аналитику по услышанному в любом случае какие-то выводы из услышанного это не значит что теперь ну все у моего мнения не колеблется никогда я переобуюсь блять может быть если услышу ее позицию но пока из услышанного дилерона в мини-кодик максимально красиво чего блять ну дрочу я блять и чё ну нравится дрочить бывает ну подрачу все хуй еще чем проблема зачитать интересует темы общаешься летаешь с фиштом в их доме и типа это всего меня там она выставляет непонятно кем то есть и адекватная женщина или как человек происходит я беженцам помог колянки не раза врачу вообще ни разу ни где бомбят туда где у нас сейчас тоже немножко бомбят как бы то ни было там граница жопы с россией здесь у нас все-таки центр украины и курортный город где все-таки поменьше стреляют есть вероятность того что у нас здесь будет чуть больше ок как бы то ни было я людям помог я помогал засу красава отдельные истории срачи со всем этим связаны а мини-котик уехал карабиком блять так смешно звучит на это только у нас кинешь ножки в тг да легко ребят ребят сейчас я кидаю в тг ножки быстро все в тг лайкать мои ножки вот сейчас раз два три кинул ножку кинул ножку ребята все вот моя ножка забирайте мою ножку блять такая кривая нога а хуй меткой кривая нога а че мне такая кривая нога блять хуле я такой кривой ладно неважно а че кто знатил спасибо большое бро там был про дрочку не хочу дрочить а интересно что делает это скрепительный знак тг это что за команды как интересно выделил 100 сообщений удалил просто решил разгрести там был полный песец я общался какое-то время с разными подписчицами пытался там тоже как-то общаться где-то там любишь быть тесте в россии не любят но это встреча только один разошло когда погуляли с настей посрали что с тобой не так мая если один раз помню дрочил под стрим причем это был стрим мужика не просто хотелось дрочить и по стрим был включен мне было впадло вырубать вообще чтобы не собрать это был стрим банана это единственный стрим под который я подрочил я не знаю это как-то звучит странно блять это действительно было просто политика то что происходит у нее уже тоже происходит у меня в жизни и как-то получилось так что когда их да нет я не целенаправленно на банан дрочил просто он был на фоне включен ну не был впадлу паузу ставить когда к ним заехали там бтр и в их поселение а да стрим или точняк вот по стрим или часто бывает тоже на фон вы знаете зачем я драчу под стримы на лист такая хуйня происходит чтобы увидеть если она вдруг пойдет пойдет мою комнату там за обнять ли что-то там кофе передать то есть я вижу на встает такой сразу опа все даже не задержка маленькая я же не тупой это кстати намного выгоднее чем пытаться нам другие моменты угадывать войдет не войдет в комнату вы начали занимать частные дома просто вот они взяли и поселились причем я скоро стою военные в твоему то что мне ты живешь рано или поздно этих военных начнут бомбить я не уточняю ни название населенных пунктов ничего потому что мало ли это разрешение какой-то информации ну да это запрещено у вас там у вас по-моему закон есть такой спасать и в тот день незакон есть прям указание когда я настоял на том чтобы они ехали в одессу в этот день карматорске разбомбили железнодорожный вокзал их папа с мамой хотели на поезде уехать то ли по львов то ли куда я их получается отговорил и максимально тупая ситуация получается что если бы я этого не сделал весьма вероятно кончилось бы все очень хреново как бы я насти это тоже ты понимаешь что вот если бы я не настоял чтобы в этот день когда они выехали что вот начали все это дело бомбить там была куча убитых людей я смотрел эти видео и говорю это вообще полнейший месяц ну как будто знаешь меня вообще в шок то что все это происходит в моей стране то что то в моем городе то что у меня за окном ракеты летают я хотел бы выложить что самое забавное что тогда я реально не дрочил я ща не ровлю я ща не дрочил тогда я просто сидел короче мял хуй и листал новости на игромании то есть самое я я говорю я я она бы в жизни не спалила бы я даже не думал про нас зашла это типа просто ну хуй смотрю типа новости такой да 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 что она сходит видит все это хуйня такая типа чё за говно и такой щас блять ну я реально не дрочил видео то что я успел заснять когда у нас обстреливали это вот есть и перерабатывающий завод я вот старин на балконе а у меня крылатые ракеты вот так вот летят после первого взрыва и начал снимать еще три ракеты и я заснял как пролетает и у меня грибы вот эти вот взрывы из окна видно и по окнам ударная волна это где-то полтора километра от меня я такой вовно смотрю что действительно это это не играет это правда сейчас происходит и вот не можешь своей головой просто писать что ты живешь и вот это происходит вот происходит что вот если бы я сейчас был там я бы сейчас умер ты такой типа ну да и вот в это вот неспокойное время вот это вот настя начала такое вот накидывать крыша и так не сильно стабильно у меня нервные срывы большая часть таки говорю это все во всем виноват получается в этом плане вот эта вся хуйня понимаешь то есть если бы ее не было все было бы хорошо ваших отношениях то есть получается кто виноват в том что вы расстались потому что она изменяет с арабами правильно моих проблем со здоровьем было связано с тем что мы с нами сильно срались и у меня очень много начало развиваться нервных зажимов вот эта вот хрень которая у меня с шеей то что нам пытались оперировать вот эти вот все качели высокобаборное обследование ушло у меня банально психосоматика была жесткая и зажимы нервов постоянные головные боли кто-то скажет а психосоматика это надуманное у меня было такое что мне неделю может болеть голова настолько что меня просто выворачивать он речью похож на памяти дилеранта да не дилеран намного лучше говорить когда вы расписываетесь в загсе вам говорят будьте вместе и здравие там и болезни и в радости но настю это не сильно сработало видать не было сильно херово это поддержки чуть не получил и вот сейчас человек приехал из карматорска и банально вот мы общаемся я сижу на кухне мы русские мы виноваты но блять чувак вот и русский ты саму не стыдно что блять мини котик нахуй из-за тебя если чё нахуй изменяет с арабами в египте а стыдно нахуй не холодно вот блять фейс если ты не слышишь допусти пожалуйста концерт в европе что басарян мне стыдно и заменяю мини котик и дилеран расстались фейс давай ты должен делом показывать ты же не леопольд ты делом должен показать мне принесли вот кофту на мне накинули встань на колено перед мини-котик такие глаза смысле типа ты чего она когда вижу тебя извинишь и ты ебешься с арабами холодно я такой типа охренеть спасибо как бы ну для меня получает от кого-то хотя бы кутер металл на поддержку для меня там блять шок просто даже банально сидим мы рисуем что-то начали этого шутить там дурачиться и я вижу в глазах у человека просто вот какой-то радость какой-то вот позитив я понимаю как я жил вообще с насти все эти годы без этого где-то вот мы гуляем на улице еще купил швурму там заставила покушать там опишу что очень радость в глазах и не знаю как это объяснить вот я вас жил как того снасти все это время вот я осуждаю блять за там обходился я не понимал что мне этого блять так не хватает я вот гуляю с человеком не с ним хорошо я звоню насти говорю блять его понимаешь что ты вообще делаешь что я вот сейчас с человеком общаюсь я вот чувствую что вот я могу быть блять счастливым оказывается я могу быть блять счастливым я хочу быть счастливым с тобой почему ты вот так вот все что с тобой не так мразь максим я не понял я тут причем блять я тут причем что с тобой не так мразь ты любишь свою девушку ну да люблю свою девушку а чё давай попытаемся сохранить семью я хочу быть счастливым рядом с тобой чтобы у нас того что-то получилось она в этом не заинтересована да ничего хочу понимать что это маловероятно это уже последний крик души просто я ну это же сетапку это шутки будет панчлайн да сам знаю что как бы нашим браку пиздец но как бы то ни было я все равно говорю что вот я хочу чтобы у меня с тобой вот внёшь хуй на дилерона я всю жизнь свою планировал как бы на долгие годы вперед где в жизни есть насти а дети и она за мне папич больше нравится блять кстати сука ты говорил то что они похоже говорят я вспомнил то что дилерон общается 13-летней девочкой они реально похоже на папу реально похоже на папича это все крайне тяжело игры как ты вообще видишь свою дальнейшую жизнь без меня что ты планируешь что с тобой не так мразь так я не дрочил на косплейщица я говорю сука кто еще дрочит на косплейщица блять я говорю это просто совпадение вот я вам клянусь не знаю я вам правда клянусь так так просто совпало что я сидел мял хуй но не дрочил и листал новости и нелли попала прям в тайминг когда я листал новости игромане и там просто косплейщица были но вот эта новость и на игромана явно косплей просто на выпускают как новость и нeller такая девочка за хуйня ну блять я бы не спалился никогда я один раз принял пол humая tabra просто заходил уже ко мне комнаты шел ко мне ближе понимать он даже не угу я драчу вы думаете перед newley бы не спали ну я просто забил хуй а не дрочил я просто мя л к нe learn поэтому предлагал мне косплей нет нет ней яółте предлагал купить косплей потому что ты пизда хочешь закосплеить но стесняешься такая типа о я некрасивая но я ходи я так хочу закосплеить блять но и такая сама делаешь какие-то фоточки потом дорисовываешь какие-то костюмы к этому но через айпад типа а потом показываешь вот смотри как бы я выглядела в косплей если бы сделала это я что ли на киберпанк делала косплей нель иди по этому причине говорю типа ну если ты хочешь реально косплеем заняться и я не против типа не стесняйся то что будет то будет я говорю просто вот думайся немного у тебя нет рабочего места у тебя нет ничего зачем давай хотя бы я тебе организую какой-то бизнес пойди просто подучись потом ты этот бизнес можно ставить этим сказать им что вот я для вас сделала так я просто под игру нель ты мне года два назад показывала костюмы джинкс это хочешь закосплеить и думала ну типа как ты сделать подбирала типа с паричком каким можно что взять и да да и т.п. а не так что вот я у тебя отберу квартиру я не надо тут ля-ля нель и на тут ля-ля я все помню я все помню и знаю почему ты не делаешь косплей потому что стесняешься квартира будет детям и достижения нашей стране да и принципе в самом-то стесняешься веса вот и все выгодно разводиться потому что они получают элементы получают недвигу могут проходить другие отношения там жить с каким-то мужиком и продолжать получать элементы поэтому 0 2 закажем бургеры или пиццу огромную еду будем жрать ее а потом я лягу спать за текущие а не тихо я не лягу спать работать монтировать что с тобой не так мразь привет я не пьющий не курящий кто я а ты кто с людьми не общающийся а вижу лох ебан извини чё у меня от жизни вообще хочется нравится это где-то гулять на природе куда-то выбираться я люблю охоту мне нравится плюс-минус походы на что больше любишь хуй мять да я бы просто мину хуй я бывает там просто ну яйца ну типа вы не играете с и ну типа с и как шариками с яйцами типа вот этот типа посмотрите тут есть радио то есть вы не делаете так нет да да ну вот бляжа за нет блять я вижу девочки пишут нет на конечно вы яйцами так не может у вас нет яиц через раз вопрос вы делаете на лошадях очень люблю кататься мне нравится по бездорожью где-то гонять подальше от людей когда был хаммер я гонял постоянно где-то по бездорожью типа так как для самые забавные короче я не знаю как что это за скилл такой забавный вот есть чуваки которые меня постоянно в чате появляются ну сейчас как бы онлайн побольше поэтому они с немножко сливаются с новыми китами которые редко в чате но рофал в чем что многих я уже знаю по полам ну то есть пополам не в смысле блять паркет ленониум нахуй а именно там пацан девочка и я реально сука вижу когда они пишут какую-то вот херню типа и типа нет да я прям знаю что это девочка пишет или парень поняли причем я один раз охуел когда узнал что оказывается у меня все практически большую часть модераторов это девочки я помню я охуел я сижу такой вообще-то помню не помню то ли сакумой то ли с младен что-то пищу говорю ну брод ты меня понимаешь и там кто-то пик говорит чувак я девочка и такой чего а а потом говорит вообще у тебя да у тебя все модераторы практические девочки я сижу такой подожди серьезно говорит да 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 и я такой охуеть какого хуя когда я то есть нет вот кроме шуток я знал что у меня вот из девочки знал что драмяка девочка прямо точно знаю потому что драмяка это прям ну женский никнейм вот пацан с именем драмяка точно просто быть не может прям сто процентов не может быть пацан с именем драмяка я там знал что это девочка остальных вообще не ебал гиртраль и трассы которые грязевые раздолбанные всякими трамплинами я так хамер ушатывал после этого чинил подвески менял новые а кожемяка кожемяка это казахи из квн я знаю это было весело очень люблю аниме хи разные смотреть я тоже только ничего не выходит у меня есть список аниме которая мне нравится я тоже заставить все это смотреть было нереально все эти годы что мы жили у меня не получалось и навязать какие-то общие полезные интересы полезные интересы полезный интерес посмотрите тратить смерти вообще не знаю ну то есть нелли смотрит сама какие-то аниме причем у нелли есть аниме который мне вообще не нравится что вы понимали но я такой ну тебе нравится окей и похуй к примеру говорю если бы я хотел показать нелли все аниме которые мне нравятся мы бы сейчас смотрели хелсинга нон-стопом и помню какие-то блять я какое-то было аниме пиздатое а я на них ученый hunter x hunter показывать и она такая типа мне нравится грунте hunter x hunter не нравится иначе бы сама посмотрела потому что я помню когда эти 3 смерти я показал она посмотрела его моментально геройскую академию она посмотрела моментально этот как он называется клинок она посмотрела моментально вот hunter я не зашел прямо ну супер видно хотя это hunter x hunter на самом деле это самое лучшее аниме который вообще существует я хуй знает фарфоровая кукла твоя любимая наверное я не дрочил на косплещиц блять делай так просто совпало какие-то тупые видосики я смотрел ополнейший чушь я говорю давай хотя бы книжки читать я еще очень люблю аудио книги разные слушать фантастику на всякое такое дети даже любят дети гарри поттера сидели слушали им нравилось видимо как слушали тоже им нравилось роберта шекли там что-то помню включал это была вот не знаю куда книга это мама когда давала то что там детьми там слушали что там такое но гарри поттер детям вообще отлично зашел там насти и все это никакого сесть насти что-то посмотреть это прям невозможно было просто мы с ней жили и большей части всего этого времени то нас были вот разговоры это нравоучение что насадимся я объясняю как насти вот правильно жить либо какие-то разговоры на отстраненные темы крайне редко сам не знаю как мы столько лет прожили вместе честно вот не понимаю она мне говорит вот ты мне не любишь я тоже сейчас слушаю и оба вот ты обо мне заботишься это не любовь блять мне так не хватает какой-то заботы по отношению к себе вы себе представляете просто вот ощущать вот какую-то заботу ооо давайте накидаем зигуру на сердечко я сам уже хочу нормальных отношений я когда разведусь я буду налаживать свою жизнь просто вот я иной раз ходил по улицам подходят красивые девочки подписчицы давай сфоткаемся давай где-то погуляем я говорю нет 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 то есть но я себе не позволяю такого красивые девочки подписчицы которые это сейчас слышите вы в курсе того что такое было а другие потому что это такой я не могу типа не чести позволь потому что им больше 13 а вот было бы 13 ух там блять дилерон коля-коля устроил бы вообще не фанат всегда вот фоткаться где-то на улице особенно когда подходят дети мне фоткаться действительно непривычно то есть мама папа идет тут ребенок бежит к мужику в какой комнате фоткаться ну чё вообще если мы гуляли с Настей я всегда говорил а ну вот почему там с родителями просто то фоткать ей с кошкой типа я не предела но когда взрослые тебе подходили такие девочки ко мне и мальчики подходили девчонки подходят и такие типа давай сфоткаемся пообщаемся погуляем и ты отказываешь и думаешь ты уже несколько лет не живешь с кошкой и давно бы все это закончилось и начал бы с кем-то общаться просто хотя бы гулять я охрен его знает надо было давно все это дело заканчивать и искать с кем нужно общаться конечно прощаться уже с вами что ли будем так серим ничего общаемся очень плюс-минус когда санкции кончатся что-то будет забирать ли у насти какие-то аккаунты либо что-то и оставлять я не знаю просто я не хочу чтобы она пыталась поливать грязи у меня это она говорила что я тебе благодарна я тебя люблю что с тобой не так давать возможность подливать грязи чтобы спросить сколько ты тратишь в среднем время на монтаж видосы ой слушай раньше по-разному абсолютно зависит от видоса прям всегда зависит от видоса тут она точнее если какой-то обзор то блять не все равно зависит от видоса и желание шуку шуку монтировать вообще если просто накидать видео ряд и там справлюсь за часов до часа три просто накидать видео если какой-то интересный визуал сделать то может быть дня два но сейчас же я позвал кентам короче я сейчас кентом монтирую вместе поняли да то есть мы работаем совместно проекте пример про и то есть просто параллельно монтируем какие-то фрагменты из-за чего я себя разгружаю у меня меньше проблем меньше всех всех этих всех уёвен и при этом я могу контролировать весь процесс поняли прикольно же да чего а зачем плотную толчу за плотную стенд ебал драмяку надо было вообще что блять ну вот кроме шуток я знал что у меня вот из девочки знал что драмяка девочка прямо точно знаю потому что драмяка это прямо ну женский никнейм вот пацан с именем драмяка точно просто быть не может прям 100 процентов не может быть пацан с именем дракут я там знал что я девочка остальных вообще не ебал Вилзе, ты долбоёб ебаный Конченый нахуй Тебе самому не стыдно, блять, так о своей девушке? Во-первых, это вырезано из контекста, во-вторых, это твоя девушка В-третьих, ты получается кто? Если ты такие вещи подмечаешь Или ты хочешь, чтобы я пояснил тебе за это? Это чё, наезд что ли? Ну давай, всё, давай драться Какой-то своей волшебной любовью любит Ну типа благодарна всё равно за то, что столько лет она не работала, столько лет я её тянул Стоило мне её там один раз подководцать, типа там содержанка, оху Давай видим, давай видим в телеграм-канал В чат педалирование Тебе просто дают деньги за то, что ты улыбающаяся мордочка, как это ещё называется Ну ладно, не важно В теории это можно было бы называть домохозяйкой, только я тут домохозяин Сам готовь, сам убирай Фу, стримеры не жарят, подожди, стоп Так Вилзе же встречается с дромякой, правильно? Разве нет? Они же в отношениях, да? Что с тобой не так, мразь? Ну так туда, монтажерном себе примене Ну вот, это супер вещь В смысле они не встречаются? Схуели они не встречаются? Вилзе! Чё вы не встречаетесь? Так, девочки, уши, уши закрыли, мы общаемся с пацанами Все ушки закрыли, девочки? Все девочки вот так сделали? Бро, чё за хуня? Чё случилось? Дрюмяка не моя девушка Вилзе Блин, я уже оговариваю, сука, с вашими этими пастами ебанными. Ой, все, отстаньте. Меня плавит. Настя, помойся, тебя воняет. Настя, переодень носки, они воняют. Вот контент, они вот это вот. Я не знаю, я просто реально не понимаю, это же не так сложно, да, реально? Ну, типа... Вот ты неправильно смонтировала, неправильно залила. Общаешься с непонятными девками, типа не рада она тебе. Нет, мне нравится общаться. Вот пойдет, она общается, они там ее понакручивают. Придет обиженная, вот там, она себе купила айфон, я тоже хочу. Настя, айфон. Что с тобой не так, мразь? Сколько времени уходило на монтаж кештег? Ой, там просто обычная нарезка. Там вот буквально сколько идет хэштег, прибавь к этому x2 или x3 времени, все. Там очень просто. Там же обычная нарезка, нарезки не монтируются вот так вот. Что с тобой не так, мразь? Это очень просто. Стим, ты пиздобол? Самая хуйная аниме, это бляч. Я настолько зол, то что позвонил матери и попросил 20 рублей, но все равно спасибо большое за здоровый сон. Да не за что. Не согласен, Блич не самая хуйная аниме, сори. Хорошая, но нет. Хантер сам пиздата, это факт. Вообще не согласен еще, Блич, на мой взгляд, это типичный сонан, который просто произошел от того же самого вот этого, от этих ёбаных драгонболов и тому подобных. Я и так бы накупал кучу золотых комплектов с синими сапфирами, с голубыми сапфирами. Она улетала, все это дело пооставляла. Типа подарки мне почти все вернуло. Хорошее аниме, но не более. Хантер и Супер Мба. У меня от нее только вот этот браслет. Потому что Хантер ебал в рот все законы сённа, и поэтому она самая пиздата. Купила за все время браслетик, а все остальное золото я покупал я. Как бы решили, что браслетик останется у меня, а Сергей типа у нее, что вот это вот мы возвращать не будем. Я к тому, что у нее золото было более чем до хрена, и вот это вот меня еще увлекает тем, что я бриллиантовое кольцо не покупаю. У нее, как из Титаника, были две сережки с такими огромными синими камнями, и перстень с огромным синим камнем, она его даже не носила. И еще один комплект валяется, тоже две серьги с более голубыми камнями, кольцо с голубым камнем. Вот эта вот собачья цепь охромная, больше чем у меня жгут она таскала. И тоже браслет я покупал, такой, она тоже носила, его оставила. Сейчас она ходит без золота, только в одних же сережках, там во всех влогах видоска видна. Это же не просто так, а потому что она все это поставляла и полетела. Ну и мама там ее накрутила, что вот, не бери с собой, там, бла-бла-бла. Но на самом деле ты одна летишь, ты с детьми доскаешься, обвешанная золотом, я бы на ее месте и серьги бы там не носил. Потому что ты где-то вот сейчас стоишь по темноте, эти по голове дали, себе это золото сняли. Как бы то ни было, даже эти серьги, они долларов там 400-500 стоят, и ну такое, лишиться головы из-за этого. Да, банально даже то, что она ходит там сейчас с Apple Watch, с iPhone 13, при большом желании и это могут захотеть отжать. Что она сделает кому-то, если на нее нападут? Не лазь просто по вечерам. Так у нее же там друзья есть, разве нет? Которые могут разобраться. Эмоции капец, вот это вот все высказал вам. Ну да, да, там арабики. Хлопанут. Ну да, что все так, честно, вот столько лет пытался все это выдержать как-то. Все никак. По поводу съемок и YouTube, мне приходилось... Не, честно, есть ощущение то, что у Дидерона и вот что-то около, во-первых, синдрома спасателя, это 100%. И во-вторых, у него дикая привязанность к человеку, который находит с ним в отношениях. Прям чудовищно дикая. Потому что если измены начались в самом начале отношений, как он говорит, причем с бывшим, и он это прощал, ну хуй знает. Это супер странно. Ну да, теперь я понимаю, почему ты говоришь, что ты устаешь. Ну вот. Так она особо не старалась, и она вот так у нее херилась, херилась. Последние видосов, может быть, пять на мини-коте Клайв-канале, те, которые сняты, плюс-минус, так как я ее учил, где нужно правильно держать телефон, как правильно говорить, чтобы было слышно, а то ее постоянные вот эти вот вращения, дребезжания, когда звук гуляет, картинка неправильная. Блять, она не знает, как говорить в микрофон. И одновременно видео вставлять какие-то кусочки, в которых типа что-то показывают. Я это видео особо монтировать не собираюсь. Я вставлю такой кусок, где я показал ту квартиру, и могу с вами пройти сейчас эту квартиру посмотреть, и в принципе будем с вами прощаться. Так, а ну-ка, кофайся. Ладно, я в конце покажу рум-тур той квартиры, где я сейчас живу. Это та вторая. В принципе, смотреть, наверное, дальше больше нечего, да? Просто хату. Ну все, думаете, смотреть больше нечего. Ну короче, по этому ролику, если все действительно так, как он рассказал, мини-котик максимально странный и неприятный персонаж, и, ну, нет, я бы, конечно, назвал бы ее манипуляторшей, но на самом деле такое ощущение, как будто дилерон... Что с тобой не так, мразь? Если он хочет, чтобы она разделяла его интересы с ним, то почему он не может разделить ее интересы и просто вместе не сесть и не посмотреть на хуя рабов? Бля, какой ты у... Ну это хорошее, но... Это очень хорошее, но пизда черное. Очень. До конца? В общем, я надеюсь, когда санкции кончатся, когда все это дело закончится, что-то наладится и что-то будет хорошо. А пока что... Ну пока что, пока что вот так. Так что всем спасибо. Че высрал? Пизда черная шутка. А в чем проблема? Че не так бы? Че вы осуждаете, бля? Черная шутка нахуй. Вы теперь цвета, сука, будете осуждать? Так, подожди, блядь. Ребят, то есть я говорю, черный цвет. Вы осуждаете... Ой, ну сорян. Я должен был рано или поздно это рассказать, плюс меня будет это мотивировать. Не, релаксните, ребят. Че осуждаете подряд? Я все-таки развестись. Тяжело об этом говорить, но как-то вот так. Всем спасибо. Надеюсь, что все еще будет хорошо. Хотите, рассказывайте друзьям. Хотите, ставьте лайки. Из-за санкции на YouTube, я знаю, что просмотров толком нихрена не будет. Реклама отключена, все отключено. Ну, хотя бы видосико снял. В общем, всем спасибо, всем пока. Пизда черная шутка. Короче, как я уже и сказал, я даже не могу назвать просто мини-котик, судя по этому ролику, мы какой-то манипуляторшей. Что с тобой не так, мразь? Приехать, мини-котик. Максим, будешь мякать хуй на рабов. Я... Просто дилерон действительно нашел себе человек, которому привязался и пытался, ну, дать ей все, чтобы она что-то делала, но так оказалось, что это человек, который, ну, вот просто хочет существовать. Есть такой вид людей, которые просто существуют, у них все заебись. И им похуй на то... Ну, вы ей же все давали, по факту. Нахуя ей развиваться, что-то делать, если ей все дается, ну, изначально. Ну, это просто человек, именно содержанка. Объективно. Если она еще изменяла его время... На самом начале отношения, это супер. Че досмотри, это все, ролик закончился, блядь. Че досматривать нахуй? Такие... В общем, не знаю. Буду с вами прощаться. Спасибо, что... Такие вот дела. Так что, кто просил рум-тур, не знаю, такой вот... Такие вот... Какие фотки? Ну, в общем, вот такое вот у меня сейчас место пребывания. Какие фотки? Я сплю. Миша с мужем. А, вы меня затроллили. Клево. То есть, мне даете сказать, что третий раз? Что с тобой не так, мразь? Драмяк плюс вилзи равно блатрайл. Драмяк... Подожди, он вырезал? А, он вырезал, да? Какой-то фрагмент был, он вырезал его? Там были какие-то пруфы, да? Он их вырезал. Мм. Надо было ему вообще отнить. Хварь. Да, блядь. Я просто не могу... Как он делает? Вот контент. Они вот это вот. Я не знаю, я просто реально не понимаю. Это же не так сложно, да, реально? Ну, типа... Чё? Осуждаю! Вы долбоёбы, блядь! Кто меня скидывал? Вы долбоёбы, нахуй вы мне это кидаете? Вы долбоёбы, блядь! Нахуй вы меня это кидаете? Осуждаю этот клип. Вы вообще долбоёбы? Нахуй вы кинули. Осуждаю этот клип. Вы ебанутые, что ли? Нахуй вы это кидаете? Вы тебе прямо спамите, чтобы я это открыл? Вы ебанутые? Вы ебанутые? И перевод удалять придётся, походу. А? А? Всё было хорошо, блядь! Всё было хорошо! Ладно. Да, выскажу мнение своё всё-таки. Никому нахуй не нужно. Короче. По мне... Да, блядь! Я, сука, я пятый раз буду повторить одно и то же. В общем, мини-котика в этом ролике выглядела максимально не очень. Но, опять же, Дилерон это человек, который имеет синдром спасателя, который прям пизда нахуй привязывается, и не хочет просто видеть самое очевидное перед собой, а то, что девчонка, ну, блядь, максимально нахуй с пиздой вот такой. Судя по его словам. Возможно, в самом деле, Дилерон не самый пиздатый кент. Что с тобой не так, мразь? Да ёпчевый. Спасибо большое. Спасибо большое, Бон. Когда стрим Нелли, думаю, сейчас запустят. Нелли, подруби, пожалуйста! Ну вот. Блядь, я опять сбился. Пятый раз. Возможно, да ёпчевый, судя по тому, что он прям говорит, типа, давай это сделаем, давай это сделаем. Ну и нахуй это не надо. Вот и всё. Короче, посередай. Блядь, я пятый раз сбиваю. Всё, я нахуй в цельте. Я пятый раз сбиваюсь. Так заебался. Я всё, я не буду это говорить. Короче, Дилерона жалко. Всё. Пизда. Пятый раз сбился. Я в цельте. Я в цельте. Оценил маму Церилла. Что? Блядь, какой ты у... Ну, это хорошее, но... Это очень хорошее. Но пизда чёрная. Ты долбоёб? Это, если что, про чёрную шутку. А не про... Вы ёбнутые, блядь. Что вы нахуй делаете? Какая... Хватит, блядь. Вы мне сейчас канал забаните. Всё. Я лучше просто кину рейт. Надеюсь, мне канал не забанят после этого стрима.